Так, ну, в принципе, всё. В принципе, всё. Ещё раз приветствую, соответственно, Олега. Здравствуйте. Так, у нас, в общем-то, да, давайте, позвольте, представлю полностью, руководитель просветительского проекта Касталя, самого большого русскоязычного интернет-портала, посвящённого глубинной психологии Юнга и эзотерическим традициям, автор шести книг по аналитической психологии Таро, выпускник Московской ассоциации аналитической психологии, автор многочисленных статей, лекций, эссе в области глубинной психологии и эзотеризма. В общем, приветствую вас. Уточнение, уже не шести, уже девяти. А, уже девяти. Да, вот буквально не далее, чем в прошлом прорыве, у нас вышло три мои книги. Эти книги я, собственно, скомпоновал по записям последних десяти лет, эссе, заметки, мысли и, собственно, разбил по темам. Общая эзотерическая традиция, люциферианство как глубинное, тайное, сокровенное знание и, собственно, юнгианская психология. То есть, вот сейчас уже, и, кстати говоря, уже сейчас можно сказать, что книга пользуется успехом, в особенности, как ни удивительно, в особенности именно юнгианская. То есть, я-то привык себя больше воспринимать как такого оккультиста, да, Тимита Люциферианина. Но понятно, что юнгианская база, она была установлена гораздо раньше, да, и, в общем-то, юнга я открыл еще в 2000 году. И вот, как оказалось, наибольшим спросом пользуется именно моя книга по юнгианской психологии. Так что, при желании, можно говорить о глубинной психологии, можно говорить об оккультизме, можно говорить вообще о культуре. В общем, ко всем темам я... Это прекрасно. Вообще, самый первый вопрос, который я обычно задаю эзотерикам, магам, которые приходят на мой канал, это вопрос, а что такое магия? Потому что на этот вопрос люди отвечают довольно по-разному. И представление обыденного человека о магии, особенно там со всякими вот этими в телевизоре, что показывают в играх, там огненные шары, драгонболлы, там вот эти всякие. Оно как-то вот, ну, не сходится обычно. Что такое магия? Ответьте, пожалуйста. Есть совершенно классическое определение магии, которое дает нам Алистер Кроуле. Магия – это искусство и наука совершать изменения в согласии со своей волей. Здесь очень важно, что это определение кажется простым, но здесь важен парадокс именно искусства и наука. То есть магия одновременно требует некой такой рациональности и поэтического вдохновения. То есть именно в точке магии сочетается дионисийское и аполлоническое в человеке. Если в человеке чего-то проседает, в нем нет этого безудержного поэта безумного, или он только поэт и не способен структурно мыслить, он магом быть не может. Потом к этому определению добавилось очень интересное слово, очень важное. Это уже определение Келтона Кина. Магия – это искусство и наука совершать изменения согласно своей воле посредством метафоры. Вот это посредством метафоры очень важно, потому что вот мне захотелось переложить телефон. Я взял руку, переложил его на другую сторону. Но определению Кроули – это будет магия совершенно изменения согласно воле. Поэтому такое определение Кроули – это слишком обширное. Хотя, конечно, правильный телемид здесь скажет, но в том, что ты его переложил, не было ни поэзии, ни какой-то особой рациональности. Но в конце концов в нашей жизни очень много места для, например, какой-то политической игры в бизнесе, когда человек может быть и охвачен, и при этом абсолютно рационален, и это вроде как не магия. Поэтому вот эта фраза посредством метафоры очень важна. То есть мы проживаем некий образ, некий символ. Мы с этим символом, образом, сюжетом, мифом, аллегорией сонастраиваемся. Мы входим с ней в резонанс. Мы выполняем некий ритуал. Мы призываем этот образ, эту силу. Силу через этот образ мы призываем символ. Через символ мы призываем силу. Силу божества. И эта сила божества, она меняет как наше восприятие. Что, кстати, само по себе уже немаловажно. Потому что если мы всерьез меняем наше восприятие, то мы начинаем видеть те возможности, которые мы в обычном состоянии не видели в предыдущем регистре. То есть даже если считать, что магия находится в границах психологии, это очень много. Потому что обычная психология очень хромает. Очень едва ли удается добиться быстрых, четких изменений восприятия. Но мало того, помимо того, что магия, ритуал дает изменения своего восприятия, он сонастраивается с некими универсалиями, с некими архетипами, богами, силами. И сама реальность начинает звучать согласно вот этому посылу, который в своем ритуале дает маг. Вот, я не знаю, я ответил на ваш вопрос? Да, безусловно. И вот в каком объеме, получается, ну, например, ваши конкретные практики магические могут позволить повлиять на что-то? Какие, например, есть примеры того, что вот это получилось или не получилось? Какие-то критерии того, что, например, получилось? И что это именно случилось магически? Вот, прошу. Мири очень простые. Наличие отзыва мира. Да, наличие отзыва мира. Ты попадаешь в волну. Ты делаешь некий ритуал, у тебя изменяется точка сборки, точка отсчета, ты становишься более силен, эффективен, видишь больше возможностей, к тебе эти возможности приходят. Но если говорить о конкретном магическом ритуале, критерий является один – синхронистичность. То есть, когда мир отзывается на твой посыл. Ну, я приведу два примера классических. Понятно, что я уже, наверное, большинство слушателей эти примеры не раз и не два слышали. Вот первый пример. Лет пять назад я с прекрасной дамой снимаю квартиру на сутки. Прихожу в эту квартиру, а там на полках библиотека. И какая? Юнг и Кроули встают на одном полке, на другом полке – восток, на третьей полке – магия. То есть, вот вся стена – это ощутимо, ясно, что это библиотека-практика, библиотека-мага, библиотека-человек, который это всю жизнь собирал. И эта штука дается мне, потому что тогда я звоню в эту фирму и говорю, «Ребят, на самом деле фигня какая-то. Что-то у нее каприз какой-то женский. В общем, если продадите за тысяч, за двадцать всю эту макулатуру, я возьму». Они радостно продают. Слово сказать, из этой макулатуры были книжечки, которые я продавал просто по пять тысяч. Вот я взял из сотен этих книг пару книг и сказал, «Ребят, у меня это есть». Оно тут же ушло по пять тысяч. Потому что у меня эти книги уже были в библиотеке. Я как бы спокойно с этим расстался. И вот этот факт, момент, что я практикующий маг, человек, который каждое утро делает определенный ритуал, каждый вечер, перед едой, мысленное взывание. Да, то есть это образ жизни. Это, если угодно, психическая гигиена. Психическая гигиена. И вот то, что я оказываюсь именно в этой точке, да, именно в этой квартире, которую эта фирма никому и не сдавала, просто именно сейчас у них не было, все другие квартиры были заняты. И что, на самом деле, этот человек давно умер, но каким-то невероятным образом десять лет эту библиотеку не разворовали. И еще много-много-много таких вот очаровательных моментов, они убедительно подтверждают, что в данный момент произошла мистерия. В данный момент произошло таинство. Или вот приведу пример, вы тогда скажете, что это фигарное совпадение. Причем юмор тут же в том, что юнка кровли на одной полке стоят. Кто их, блин, поставит? Понимаете, вот это особенно ошарашило, это нужно очень глубоко понимать. То есть как будто тот, кто собирал эту библиотеку, действительно был великим мастером, да, хотя он оставался анонимен, да. И вот он передал мне его душа. Я точно знаю, что он умер, я точно знаю даже, какой год он умер. Действительно, там видно, что вся библиотека шла до определенного года. Другой момент. Теперь это один пример. Второй пример, он относительно недавний. Всего-то полгода назад мы едем с моей супругой на машине. Едем мы по дороге М11 и обсуждаем, так сказать, пройденное, пережитое, наше, так сказать, отношение с богами. Как боги проявляются и так далее. И вот моя супруга любит так иногда меня немножко подколоть на предмет того, что ты забыл про основные функции твоего же патрона Азазеля. Давай вспоминать, кто там твой Азазель. И вот я начинаю вспоминать, ну да, главное, он любовник. Потом там он воин, аспект воителя. А еще говорю, вот я только сейчас вспомнил, он плетет эти плетения. Плетение смыслов, плетение связей. И вот представьте сцена, мы едем еще два часа, мы говорим уже на другие темы, абсолютно на другие темы. И в какой-то момент мы переосмысляем некий опыт, очень значимый для всех нас, да? И на какой-то пиковой точке разговора включается телефон Google Ассистент и говорит фразу, тебе это плетение. Вы понимаете, нет, таких событий у меня в жизни может быть два, три, четыре, да? Но фактически ради таких событий магия и творится, понимаете? Это связь, это ось. Связь между тобой и божеством, да, которая в какие-то моменты может осуществляться как чудо, как мистерие, как радикальный прорыв иного в твою реальность, да? Так, какие-то моменты это чудо происходит без чудес. Он просто аккуратно посылает нужных людей. Нужные, то есть оно даже не воспринимается как чудо, но где-то как-то интересно сложилось, где-то как-то интересно сплелось, да? И вроде ты даже на это не обращаешь внимания, но ты в потоке. То есть вот фактически магия, вот здесь я хотел бы развести, вот я хотел бы ответить на незаданный вопрос и развести понятие магии колдовства, понимаете? Потому что очень часто это путают. И даже умные люди, даже образованные люди это путают. И типичный колдун, ученик колдуна, там неофит скажет, какой мне сделать ритуал, чтобы у меня было много бабла? Какой мне сделать ритуал, чтобы все бабы были мои? Вот, круто! Вот, а что за ритуалы нужно для этого делать? Но суть в том, что когда мы говорим о высокой магии, все ритуалы, в том числе, даже если в какой-то момент мы даем слабину и просим, ну вот сейчас нужны денежки, ну правда, Азазель, ну блин! Вот, но это слабина, это слабина, это некрасиво, как бы, да, допустимо, но, скажем, не очень хорошо. Вот, но суть в том, что вся магия, все связи, все ритуалы, личные коллективные, они посвящены одной цели. То, что Кроули называл установление знамей собеседования Сах, то, что Юнг называл установление ось эго-самость, то есть установление мощной чистой связи между своим эго, да, своим я, в его многих проявлений, и большим я, да, вот, ну можно душеством, силой, там, дарриманом и так далее. И вот фактически вся, с моей точки зрения, вся магия, она, в общем, к этому-то и направлена, потому что, вот, это по-настоящему интересно, знаете, когда вот происходят чудеса, когда сама реальность начинает звучать невиданными звучаниями, да, это, черт возьми, интересно. Я тут обратил внимание на то, что вы употребляете слово «боги», и потом говорите «Азазель», но вот обычно в классической такой нашей топике, какой-нибудь там, допустим, христианской, да, ну я не христианин, правда, но в классической христианской топике он как бы демон. У вас, получается, пантеон богов, он состоит из демонов или еще кто-то там в нем присутствует? Вот. Скажем, здесь, да, хороший вопрос. Начнем с того, что разница между богами и демонами только в том, какой жрец убедил сарян. Ну да, конечно. То есть, объясняю пример, да, Иран, арийский код, Индия. Аксору девы. В Иране девы – это демоны, асоры – боги. В Индии все в точности наоборот, топика меняется местами, да. То есть, боги одних народов, одних групп, одних культур становятся демонами других. Демоны одних групп, одних культур, одних становятся богами других, да. То есть, и здесь вопрос скорее в разнице между богами и демонами, ну, с моей точки зрения, в моменте метода практики. Вот если бы мне пришлось призывать какую-то заведомо враждебную силу, ну, грубо говоря, в какого-то друга у меня что-то вселилось, что-то сидит, мне нужно эту силу призвать. Ну, я бы закрылся кругом, представил бы треугольник, представил бы ее вовне. То есть, с демоном мы работаем как с чем-то внешним. С божеством мы работаем через себя, с божеством мы работаем через себя, с божеством мы работаем через провидение, то есть, когда мы делаем его ритуал, мы как бы опьяняемся этим ощущением. Мы сначала себя разогреваем, как говорил Кроули, воспламеняя себя молитвой, а потом нас несет уже, так сказать, самому. Ну, в зависимости, так сказать, от того, какую волну поймали. Если отвечать на второй вопрос, да, какие еще буги, ну, если не брать нашу, так сказать, Кастолийскую базовую тетраду, Люцифер, Лилита, Зазея, Нахема, они всегда со мной. В Вечным Пятом всегда, конечно, будет тот Гермес Ижи с ними. Да, я с ним знаком очень хорошо. Я не знаю, дойдут ли у меня лапы написать продолжение Хермона, так сказать, книгу, где я бы, я не знаю, вы читаете, собственно, сам Хермон или нет? Нет, тяжелее. Я его в открытый даже доступ выкладывал, чтобы могли прочитать даже, в общем, те, кому не по карману купить четыре жирных цветных тома, в общем, они дорогие. Но тут такой вопрос принципиальный, да, вопрос, что в этом Хермоне содержится реально нечто важное, так сказать, о моем пути, о моем опыте. Вот я думаю, если меня когда-нибудь лапы дойдут дописать, в общем, о моих беседах с этим товарищем, наверное, это будет половина книги, да, это очень особое божество, очень интересное божество, очень характерное, узнаваемое божество, да, рот, ну и так далее. Вот, собственно, да. То есть, всего пять, получается, а какие-то дополнительные, каких-то дополнительных вы еще признаете, но не в контексте того, что вы, например, с ними работаете, а каких-нибудь, ну, там, например, Девасор вы перечисляли, или это просто пример был такой? Вот здесь у меня один есть вопрос, да, что вы имеете в виду под признаю? Ну, их существование, их наличие. Конечно. Хорошо. Если божество заявлено в культуре как божество, оно по факту существует. Если у божества существует некий культ жречества, передача, передача по линии либо ученичества, либо рода, да, то это божество существует. Да, что такое божество? Да, ведь мы, по сути, до конца не можем знать, потому что, если быть совсем честным, да, объективно, мы не можем знать до конца природу божества. Мы не можем знать, то есть мы знаем, что если божество проявляется, то это изменение касается не только внутренней психики, но и внешней реальности. Какие-то чудеса, какие-то штуки, значит, я не могу свести божество только к моей личной бессознательной фантазии. Но какова его природа, вот как по канту, да, как новая, как вещи в себе, если угодно, да, мы этого знать не можем. Это некая программа культурная, да, это некая сила, пришедшая из внешних вселенных, это некое порождение коллективной активности, да, психической жизни. Большая группа, вот группа соединяется, и как мужчин-женщина соединяется, родился ребенок. Как группа в экстазе соединилась, жрец провел, вот божество проявилось, да, оно родилось. Мы ничего этого не знаем, понимаете, и мы этого не можем знать с философской точки зрения. Будет корректно сказать, что мы не можем найти на это ответы. Мы можем строить свои модели, мы можем строить свои картины мира, мы можем выстроить свой миф, да, и этот миф может расширяться, корректироваться, развиваться, да, то есть, но при этом мы понимаем, что точного знания, вот как оно есть на самом деле, у нас будет немало. Ну, в таком же случае, да, это честно, по крайней мере, да, у меня тут мысль небольшая появилась по поводу этих богов, как я понял, ну, если им организовано некое поклонение, ну, мы какую-то степень им бытия, получается, предаем. Но в таком случае, получается, что вот есть, например, религии, ну, по типу абрамических религий, у них, ну, это очень мощный большой эгрегор, мощнейший просто, тотальный. Не значит ли это, что представители этого эгрегора, ну, и самого божества, которое на них отвечает, оно является более богущественным, чем вот те божества, которые отвечают за другие, более маленькие эгрегоры и так далее, невыгоднее поклоняться тому, кто могущественный, или какая-то такая хитрость? Да, Люцифера у Мильтона в «Потерянном рае», да, не мудростью, но силой, да, он нас превзошел. Как бы, если смотреть с точки зрения силы, ну, да, и мне известно, что, собственно, была первая битва, наши проиграли, сейчас вообще все несколько сложнее с учетом тех сил, которые все больше проявляются на этом плане, это отдельный разговор. Но суть-то в том, что здесь есть еще интересный момент, кстати, вот есть насчет отношения с божествами, есть очень интересный индивидуальный момент. А если мы говорим о жреческом сознании, о магическом сознании, то жрец не выбираем. Я сейчас пойду, я бы сказал, что большинство, вот у меня есть такое понятие, понятие «ставок». То есть, в моей личной мифологии «ставка» — это человек, на которого определенное божество поставило. Сделало ставку, проявилось в нем частично. То есть, просто, ну, можно было бы это назвать «аватаром», но, понимаете, «аватар» — это звучит очень пафосно. То есть, если я скажу, что я аватар того божества, это значит, что я Азазель, все там повинуйтесь мне. Ну, нет, я не Азазель, у меня много тараканов, но я и Азазель в высшем аспекте, да, в высшем мистическом, когда я могу до этого дотянуться. Поэтому слово «ставка» более корректно, да? Вот, и суть в том, что божество, оно разворачивает свое присутствие в душе ставки очень постепенно. Я, если вам интересно, расскажу просто свою историю, да, тем более «Фермон» вы не читали, для вас это будет, так сказать... Нет, тем более в данном контексте интересно, как вообще получилось так, что, ну, именно вот, Азазель, получается, на вас поставил, при учете, что вы родились, так скажем, ну, скорее всего, в христианской культуре, ну, наверное, да, вот в православном мире, так скажем, в кавычках или не в кавычках, ну, или, скорее, даже в советское, наверное, время же, да, вы родились. Так там вообще, наверное, сложно было. Да, еще было сложнее в этом плане. Смотрите, смотрите, когда я создаю свой проект Кастан, я создаю его сперва как свой личный сайт, просто это небольшой сайт, несколько заметок, статей, весьма таких наивных на тот момент, и я выбираю в качестве картины, картину моей на тот момент подруги, любовницы, ангела-женщина, блазнение ангела, да? И я всегда, я очень красиво и философски обосновываю, почему именно эта картина должна быть главным символом моего проекта. Ангел символизирует духовное небесное, женщина земное сексуальное. Всякий, кто не имеет и воли к знанию, и воли к страсти, к наслаждению, не может быть, так сказать, в этом пространстве, да? То есть, вот я, только объединение, сыт, противоположности, синтез, да, там, духа и материи. В общем, я это все очень красиво и философски обосновываю. А потом, постепенно, по мере того, как мой проект растет, как из семечка, да, он растет, как будто сам. Приходят нужные люди, разворачиваются, разыгрываются ситуации. У меня все больше и больше значимых совпадений, событий указывают на Азазеля. Первая книга, которую мы издаем, самая первая, мы на данный момент, мы издали уже больше 400 книг. Первая книга «С толпы Тубалкаин». Книга, мы не подгадывали так, так случайно получилось, книга, посвященная, блин, Азазель. Это никто так не подгадывал. Потом в 2014 году происходит совершенно сумасшедший вихрь, когда я делаю некий ритуал, даже вообще понятия не имея, что я делаю на самом деле. Происходит сумасшедший, сносящий все вихрь совпадений. Вплоть до того, что одновременно я объявляю лекцию про Азазеля, и тут же узнаю, что ребята там в Питере, которые с нами напрямую не связаны, в этот же день объявляют ритуал инвокации. И в это же время брат Матон, который был вообще изолирован, на тот момент он испытывал некие трудности с законом, он был изолирован, он не связан был ни с кем, именно там он пишет песню про Азазеля. То есть вот эта волна Азазеля, и я начал понимать, что пространство Касталии, это пространство, через которое вот эта сила, этот поточище, эта мощь, должна проходить. Да, должна. И я прежде всего, это, ну, брата, стомакайф. Я та фигура, которая участвует в этой большой игре, да, так или иначе. От лица своего патрона, от лица своего божества, да. Вот если бы не обилие подобных синхронов событий, да, это можно было бы счесть просто концепции. Но это не концепция, это опыт души. Это экзистенциальный опыт. Вот как-то так. Так, а иерархия вот у тех пятерых божеств, она же какая-то присутствует. Люцифер-то он, наверное, где-то выше всех, да, получается. Да, безусловно. Нет, ну, я бы сказал, знаете, вообще тетрада разворачивалась очень интересно. Сначала была Лилитка, поклонялся только Лилит. Потом через моего учителя открылась тема Люцифера. Потом с огромным молнием, что за мою жизнь сборвался Азазель. И как-то мы начали уже достраивать нахему. Конечно, Люцифер – это главный принцип. Это черное солнце, это вот тот свет, из которого состоит все бытие, вся реальность. Свет, который так ярок, что кажется черным. Это первоначало – это исток. Соответственно, Лилит – это его женский аспект. Азазель и Нахема – это как бы, я бы сказал, что можно очень четко провести параллели с телемитской мифологией, с телемитскими богами. Вот есть Нюит и Хадид, как бог и богиня, пребывающие по ту сторону бездны, да, некие такие универсальные принципы, да, чистые эйдосы. А есть их более воплощенные, более конкретные, более буквальные проявления – Терион и Бабалон. Вот мне кажется, что Нюит и Хадид в Телеме можно было бы сравнить с Люцифер и Лилит. Терион и Бабалон в Телеме можно сравнить с Азазелем и Нахемой. Ну, конечно, нет, понятно, что есть различия каждого божества индивидуально. Но вот если мы смотрим саму схему, саму модель, когда божество как бы эманирует себя на другой уровень и проявляется там, но по-другому. Вот еще одна метафора – свет и жар. Представьте, одна звезда выбрасывает нечто. Вы далеко, вы видите свет. Это Люцифер. Он достает до самого конца галактики. Если вы приблизитесь к звезде, вам будет жарко, вы будете жарко. Жар – это Азазель. Я это вижу так. У нас тут как раз донатный вопрос поступил. Смотрел ли гость аниме «Эксперименты Лейн?» Что может сказать об этом аниме с позиции учения Телемы? Не смотрели, да? Вот вы понимаете, по-моему, я это аниме не смотрю. Вообще, я аниме начинаю открывать для себя буквально последние только полгода код. Вот, так сказать, моя любимая супруга открывает лучшее. Я вот не помню, «Эксперименты Лейна», по-моему, у нас даже стояли на очереди. Я не знаю, или мы одну серию посмотрели, нет, 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 это не то, нет, не смотрели, нет, нет, ничего не видел. Ну, он довольно интересный. Там такая своеобразная «Матрица», что ли. Своеобразное обыгрывание темы «Матрица» еще до того, как фильм «Матрица» вышел. Как относитесь к идее «Матрицы» тогда в таком случае, если вот так вот подойдем? Очень хорошо. «Матрица» — это глубоко гностическая идея. Это как раз вам ответ, почему не стоит верить Яшеньке, да, в смысле Яхва, Илдопауфу, да, и всем его определяющим доминирующим религиям. Да, что такое «Матрица» в сути, да? Это система неких навязываемых гештайтов, паттернов, представлений, форм, ультимативно навязываемых субъекту, да, ультимативно, безальтернативно, как единственная возможная и существующая данность. Я на этот счет, и вот в этом плане как раз главная-то ловушка, что монотеизм один бог, один закон, один царь, один догмат и так далее, и так далее, и так далее. То есть получается, что мы вообще, на самом деле, а на верхушке прокруст. Понимаете, а на верхушке прокруст. То есть и кому-то, может быть, на этом ложе будет очень мягко спаться, да, если он вот подходит под эту ложе. Да, ну а кто не подходит, там, кому ножки обрежут, кому голову, да, фактически вот вся эта монотеистическая система — это и есть «Матрица». Это и есть, вот агенты «Матрица», да, это, собственно, монотеистический бог строится, да, в общем-то. И, собственно, стремление к выходу из «Матрицы» — это стремление как раз к обнаружению, собственно, своего истока, своего внутреннего знания, да, своей природы, которая не сводима, не сводима к этим структурам, канонам, законам, да, границам, ролям и так далее. Да, что она всегда индивидуальна, и она всегда в чем-то нова, она всегда в чем-то уникальна, да, она одновременно универсальна, потому что она исходит из этого черного света, да, все из него соткано. Но при этом каждый раз это абсолютно индивидуальное творение. И, по сути, задача, практика, задача званного, задача званного — это пройти от такой радикально-нигилистической точки и пройти эту нигилистическую точку достойно пройти, потому что в какой-то момент, в общем-то, путь каждого из нас начинается с того, что мы понимаем, что мир нас наебывает. Мы понимаем, что наебка, и вот эту наебку очень сложно уловить. Она вот не то, что вот здесь мне это сказали, а я поймал, и что на самом-то деле все так. Это такие малые наебки. Эти наебки легко проверкнуть. А вот в какой-то момент, когда мы начинаем дорастать, мы видим, что в самой системе диктуемых смыслов, не в отдельных фактах, а вот в самом принципе, есть наебка, есть искажения. И вот здесь возникает ощущение этой матрицы, которую нужно обойти, взломать, найти, собственно, доступ к себе настоящему, создать свою вселенную. Как вам так поэтически говорят, создать свою вселенную. Что это значит, когда Кроули говорит, маг должен создать свою вселенную? Но, вероятно, маг создаст новый большой взрыв. Да, не надо буквально понимать. Маг, создавая свою вселенную, маг оказывается в центре себя самого. И его связи, его взаимодействия, его какие-то идут, исходя из его природы. То есть он перестает быть частью, встроенную в систему, в матрицу, и становится, собственно, собой, центром. Вот, собственно, в чем задача магии. Мне нравится, что вы даете определение, потому что я впервые понял, как маги используют слово матрица. Потому что обычно, когда я слышу у кого-нибудь слово матрица, это звучит обычно какая-нибудь там шизофрения. И люди обычно не могут объяснить, что это, почему мы это понимаем так. И очень странно обычно смотрится. Мне нравится, что вы дали определение. Определение довольно понятное и четкое. И вот сразу-сразу стало понятно, вот в какое русло выкопать. Вот эксперимент Elaine. Вот такая вот своеобразная тоже интерпретация. Ну, такой вот обман, матрица. Отчасти, может, даже солипсичный такой проект, что ли, там вот такой вот интересный. Этот счет очень нравится фильм с Кристофером Ламбертом Нирвана. Вы видели это? Нет, вот я его не смотрел. На самом деле, есть, ведь по сути, есть целая серия фильмов, произведений искусств, которые построены как раз вот на этом внутреннем знании о существовании большой наемки. И это Шоу Трумэна. Да? Да, это Шоу Трумэна. Это, ну, матрица, понятное дело, да. Это 13 этаж, ну, в более мягком варианте. Это, кстати, фильм, который был по матрице. Очень тоже могу рекомендовать. Он технически гораздо более скромно сделан, но местами философски там даже более неожиданные идеи даются. Виртуальный Кошмар. Очень рекомендую эту вещь. Вы так скрылись, не нравится? Я не смотрел. Некоторые фильмы смотрел, некоторые нет. Вот. Ну, могу рекомендовать, просто таких фильмов очень немного, которые ловят вот эту волну. Матрица, Виртуальный Кошмар был еще долго. И вот фильм, о котором я хотел сказать, это фильм Нирвана с Кристофером Ламбертом. Она такая, я бы сказал, это более мрачный, чем Матрица фильм. И все-таки в Матрице все больше на бои, на динамику, на более массового зрителя. Нирвана, она так прожжащая немножечко по картинке, по сюжету, по визуальному ряду, по действию. И там в финале очень хорошо показан момент, какие стадии вообще проходит персонаж, герой, чтобы соединиться от этой Матрицы. Как разные структуры системы его ловят. Когда он должен спуститься за этим сокровищем, в саму систему. Какие структуры его ловят. Да, как-то начинается сначала с фигуры отца, катать образ отца, там конструировать систему. Потом с фигуры друга противника тень. Потом такая теневая анима. Вот посмотрите, я думаю, вы оцените фильм буквально конструировали. Я думаю, люди весьма знающие. Я тут задумался, и можно даже прийти к выводу, что у меня многие романы, если в таком определении брать, построены по некоторым канонам Матрицы. Потому что, ну да, всегда есть какой-то такой вот наёбчик там, такой хитрый. Всё куда сложнее, чем, ну вот, выглядит и так далее, так далее. Это в самом деле о самой реальности. Да. Понятно, что, в принципе, все романы, они так или иначе говорят. Ну, это понятно. У меня прям в большом смысле это вот так вот обычно. Я вот имею в виду, это на самом деле гностический гештальт. Это гностический гештальт, когда мы видим, что наша реальность, наш мир нас наёбывает. А потом в какой-то момент мы либо зависаем в этом гностическом гештальте и становимся таким, знаете, мизантропом, мироненавистником, мрайом. Знаете, это хорошо в 20, в 40 это уже как-то смотрится плохо, да. И вот здесь происходит либо переход из этого гностического станет к герметическому, когда ты понимаешь, что а бог-то ты. А игра идёт по каким-то, как объяснить, ну ты ставка своего божества. Ты либо им становишься и начинаешь свою игру, свой танец. То есть ты перестаёшь через... В чём важность гностического гештальта? Мы перестаём быть частью. Мы выламываемся из системы. Система под любая система нас пытается сделать своей частью, да. Научить мыслить в определённой рамке, в определённой клерке, блин, да. И вот фактически вот этот гностический гешталь, он должен выломать из вот этого... Из этой дентичности части. Маленького, чего-то маленького. А дальше, говорю, а дальше ты либо становишься осколком, который летает, как говно в проруби, да, либо уже становишься центром, да, центром своего мира, своей реалии. И вот это как раз штука, связанная с Гермесом. Очень. Вот именно Гермес здесь начинает устраивать разного рода ловушки, проверки, проявлять свою достаточно страшную и жестокую форму. Обычно я считаю, что Гермес такой, знаете, добрый, мягкий, всегда только посредник. Он очень такие проверочки выстраивает. Но вот важна цель здесь, именно вот приход к этой второй фазе, из гностической в герметической, когда ты становишься центром своей игры. Ну вот, в контексте божеств, я думаю, мы вообще вот эту арку сейчас с божествами будем закрывать, потому что там еще много вопросов у меня, на самом деле, и зрители тоже немножко позадавали. Вот, чтобы закрыть эту арку, я бы хотел спросить у вас, а знакомы ли вы с таким движением, как Гойга, и что думаете о богах хаоса, их, которые, ну как, получается, взяты из творчества ловкрафта, ну вот всякий там догон ктулху, это вообще адекватно, неадекватно? А как к этому относиться? Здесь чрезвычайно интересный момент. Вот я прям, я вам очень благодарен за этот вопрос. Я расскажу вам одну историю. Я пойду издалека, да? Жил один человек. У него все было плохо, он бухал по-черному, как-то ему все было, в общем, тусовался по впискам, как-то попал на ровушную вписку, где, в общем, он набухался, заснул, там собрался спать в одной комнате, да, заснул, а в соседней комнате девочки-ролевички призывали Мелькора. То есть, замесим, Мелькор – это божество, ну, обсказывает божество ловкрафта, абсолютно выдуманное, да, абсолютно выдуманное. Да, вот, мы знаем, Толкин, Ниен дают дальнейшее развитие образа, но все нам известно. Собственно говоря, этот молодой человек, ничего не зная, что происходит, видит во сне кого-то очень большого, очень страшного, кто с ним говорит, кто ему, так сказать, представляется, просыпается в холодном поту, больше не пьет. Вот, и, собственно, ну, вот этот момент его переламывает. Я просто эту историю знаю лично, да, и вот здесь эта история, чем она интересна, чем, мне кажется, эта история интересна. Вот божество, которое как бы выдумано, и при этом оно создает не просто реальное поклонение, да, за стороны этих девочек, но реальное чудо. Потому что, ну, разве не чудо, что человек, который даже не знает, что происходит в соседней комнате, кто-то видит, чем-то проникается, кто-то его там протряхивает, будь здоров, и он полностью меняет свою жизнь, да. Я просто, я знаю от этого человека, я здесь есть то, что я говорю, я стараюсь говорить на основе каких-то своих там наблюдений, известных мне фактов. Вот, таких примеров много. А пример номер два. Уже сейчас выяснилось, что то самое письмо, на основе которого великая наша троица, Мазерс, Уэсткотт и Вудман создали Орден Золотой Зари, было поддельно. Каких французских розенкрейцеров не было. При этом они создают такую систему инициаций, ритуалов, практик, которые работают, которые выводят людей на иной уровень сознания, которые дают реальные переживания адаптата, реальные проявления богов и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, понимаете, к чему я все это говорю? К чему я все это говорю? Мне кажется, что вся наша реальность, тоже мы по какому-то недоразумению полагаем объективной, и что есть некая граница между фантазией и реальностью, она порождена фантазией, воображением того или другого уровня. Вот представьте, что-то вам, что-то там представил Иисус. Что-то там переглючило Павла. В пустыне, блин, может не тот кактус ел пустыню, а не растут. Но при этом вы выйдете на улицу, вы на каждом втором углу увидите вполне материальное, реальное, так сказать, воплощение результата их воображаемых переживаний. Да, видят церквей, молитвенных систем, влияние этой самой религии и так далее. Так вот, сдается мне, что вся наша реальность, это нужно просто иметь. Вот этот момент, когда обычно маг очень болезненно этот момент воспринимает. Магу такому классическому очень хочется верить, что вот есть где-то херня, где-то все это и глюки. А вот у меня единственная истинная традиция. И единственный только у меня настоящий бог. А вот у них, у всех, это вообще Одина только я знаю, а у всех остальных Один это так. Вот, понимаете, и вот этот момент, когда приходит Гермес и начинает тебе показывать, начинает ломать этот фундамент эго, и начинает показывать, что на самом деле вся реальность, это в каком-то смысле игра, продукт воображения. Когда мы говорим о чем-то объективном и реальном, мы можем говорить о реальной объективной природе. Да, вот вулкан, он объективен, он не является продуктом воображения. Хотя, опять же, кто знает, какие боги его там представили в начале времен. Но не будем за это. Но все, что касается нашей человеческой реальности, да, все, чему мы придаем смысл, ценность, это все, от первого до последнего слова, от первого до последнего возраста, является продуктом воображения. И здесь возникает вопрос очень четкий. Вот этот момент, когда мы это не просто упражняемся, знаете, в софизме, это очень круто быть таким ничего не верящим, нигеристом, да, а когда мы вот реально это понимаем в какой-то момент. Это еще можно понять, если определенных веществ, вот там, сюда тоже, но это один из, ну, иногда и без них получается. Вот, так вот, когда мы это понимаем, мы понимаем в следующем другое, то единственный выбор наш, то мы будем либо получать и воспринимать ту информацию, то воображение, которое идет с резонансом нашего глубинного, сокровенного я, нашего божества, нашего патрона, нашей сути, да, или мы будем ловить, и тогда будут чужие сюжеты, чужие мифы, чужие идеи будут прекрасно встраиваться, это будут кирпичи, которые нам привезут, и мы построим свердам. Либо же мы оказываемся сами этим кирпичом в чужом мифе. И вот применительно к богам Лавкрафта я вполне допускаю, что практики, практикующие почитание к Турху, могут получать какие-то там убедительные эффекты, чудеса, но я не могу понять, какой смысл лично мне или вот кому-то, ну, из моего окружения, да, призывать ту силу, то божество с ним взаимодействовать, который по квенте, по его мифу, единственное, что хочет, это соврать. Ну, мне как-то кажется, зачем? Зачем? Но с другой стороны, может быть, к кому-то пришел лично к Турху и сказал, а тебя, мой избран, я жрать не буду. Поклоняйся же мне, блеском и славой. Кто знает. Вот я все хотел закончить эту арку с богами, а вопросы все приходят и приходят, потому что она довольно интересная на самом деле. Ну, для многих всякие вот божества по типу Люцифера, Азазели, они в основном же так или иначе воспринимаются как божества негативные, как раз божества, которые преимущественно хотят тоже, типа, там, не знаю, сожрать, там, твою душу забрать, там, вот это вот все, с тобой что-то сделать. А на самом деле, как вот вам это представляется, вот интересно в таком случае? Вы понимаете, как мне это представляется? Мне это представляется, что они меня вытащили. Эти боги проявились в моей жизни. Лилит впервые проявилась в моем сне, когда я был подростком, нищим, да, и я должен был в этом сне сделать некую серию выборов и прийти к Лилит. И когда я эти выборы сделал, я получил гораздо больше, чем я мог даже мечтать. Понимаете? Вот, точно так же Люцифер проявился там в моем очень раннем детском сне просто как ветер. Потом у меня были вполне конкретные переживания Люцифера, когда я просто испытывал столь возвышающие состояния, да, единения с ветром, единения звездного света, потоки силы, да, серебряные, да, что я лично, поэтому я и сказал вам, почему я сказал про Ктулху, что вот для меня этот Ктулх, он странен, да, как бы, но может быть там вы или кто-то из наших слушателей вот как-то прослушает это, прочитает Лавкрафты, и вдруг именно через эту форму ему что-то откроется, я же не могу это исключать. Боги по-разному играют, просто не могу что сказать, весь мой опыт Гнозиса и весь опыт Гнозиса, того круга, с которым я взаимодействую, от моего учителя до моих учеников, да, до вот этого пространства, да, и просто слушателей, свидетельствует о том, что если у вас проявляется Люцифер, видение, во сне, то у вас все охуенно, вам повезло, вас будет береть, вы получаете, что называется, что он, зачем он обычно приходит, он приходит разрубать оковы, он сам тот, кто был закован на тысячи лет, и вот его проявление, это проявление, разрубающее окову восприятия, ну да, вначале страшно, вначале страшно, это вот как Платон описывал, да, если вы сразу из темноты, вас показывают на свет, не через свет, вы слепнете, да, вам кажется, что вы слепнете, вначале, кто спорит, это страшно, ну вот все, все известные мне опыты в этом отношении, говорят, что более чем, более чем позитивные, я, кстати, замечу, что Гермес не такой добрый, кстати, он 50 на 50, Гермеса я не очень когда-либо любил, кстати, у меня образ Мефистофеля, там Люцифера очень часто в произведениях проявляется, неожиданно, в стихах особенно, у меня есть прям вот стихотворение, прям вот, прям вот про Люцифера, неожиданно, всякие вдохновения приходили, в молодости особенно, и вообще образ Люцифера меня вот как-то вот, да, очень-очень одушевляет вообще в среднем. Так, у нас там один зритель вопросы готовит, я их не знаю, жду-не жду, ну, видимо, я другой какой-нибудь сейчас задам, у меня тут есть одна колода, вообще, в принципе, я замечу, что я сам не являюсь практикующим магом и тарологом, у нас есть всякого рода контент, которым мы занимаемся прежде всего ради, скорее, развлечения, чем не развлечения, ну и у меня есть колода Тота, мне ее подарили, мне ее подарили, подарочная колода, и после этого я стал ей пользоваться, вот заранее скажу, многие тарологи ее боятся, в принципе, опасаются, потому что считают ее, ну, магическим инструментом, получается, да, что вот я их на самом деле проклинаю, когда гадаю каким-то образом на нее, люди очень сильно опасаются этой колоды. Так вот, почему она стоит таким особняком по сравнению там с колодами Вейта, там, например, или французской системой Таро, почему ее так опасаются, именно эту, эту колоду, она прекрасная, такая красивая, такая символичная, в ней столько всего, она просто, ну, вот, вот, почему себя так бояться? Это соответствие лежит на поверхности, вы сами можете прекрасно на этот вопрос ответить, да, собственно, опасаются не столько колоды, сколько личности ее создателя, да, собственно, и при жизни Алистера Кроулин звали самым испорченным человеком на земле, самым жестоким человеком на земле, да, все к заголовке газет в 30-е, да, в Лондоне, просто пристрели, да, самый испорченный человек на земле, вот это интересный момент, да, всегда задавался вопросом, вот представьте эпоху, когда были газовые камеры, концлагеря, когда там тысячи исполнителей, просто, ну, заторобо живешь, даже без ненависти, нажать кнопку, там, 10 утилизировать, нажать кнопку, 10 утилизировать, но почему-то все газеты цивилизованного мира кричали, что, о, Алистер Кроулин самый страшный, самый испорченный, самый ужасный человек на земле, да, который, ну, были у него там проколы, вот известно, что он вот кошку убил, сам бы такого в жизни сделал, но, блин, по сравнению с тем, что, так сказать, делалось в то время, но это как-то всякое не тянет на самого испорченного человека на земле, вот, но штука-то в чем, штука-то, понятно, не в кошке, не в козлике, козликов, кстати, и я, если надо, употреблял, вот, штука-то в том, что Кроулин сломал парадигму, то есть, собственно, 20 веков существовало, определенный сценарий, определенные правила структурирования текста внутри эзотерической традиции, то есть, существует, как бы, представьте себе, вот, есть текст, вот, там, да, мы пишем, да, условно, текст, а есть контекст, мама мыла раму, а контекст, что этот стишок ребенок должен звучать в первом классе, получить оценку и отчитать в таком-то, в таком-то, в такой-то интонации, понятно, да, что я имею в виду, вот, есть актер, например, да, вот он входит на сцену, а сцена, это контекст, и там декорация кабака, церкви, там, зал заседаний политического, это контекст, понимаете, и эзотерическое пространство, пространство эзотерического дискурса, оно существовало в рамках очень многих ультимативно подразумеваемых контекстом принципов, что если ты эзотерик, то ты должен, да, это тебе не говорил, никто там при посвящении, но подразумевало, что если ты оккультист, ну, например, то ты считаешь, что раньше было лучше, если ты оккультист, то ты считаешь, что вот есть материальное зло, и не нужно отказываться от плотских желаний, очищает себя скетизмом, если ты оккультист, то ты должен говорить, что только ты единственный, кто имеет тайное знание Христа и высших владык, да, тайные церкви, и так далее. То есть, вот, некоторый набор таких, как бы это так сказать, фундаментальных структур мышления, которые, собственно, и структурируют пространство оккультного дискурса как такового, да, поэтому справедливости ради надо сказать, что когда мы работаем с текстами до кроли, оккультными текстами, приходится просто совершать подвиг, блин, этой несчастной психеи, которая по зернышку, там, таракана от зернышка отделяла, потому что любой, там, оккультный текст до него, он приправлен огромным количеством пафоса, огромным количеством разной аскетической хуйни, что секс это грех, и это нужно подавлять, огромное количество властолюбия и претензий, что вот только-только есть только одна истина, и мы ее знаем. Вот Кроули до конца эту штуку тоже не жил, но он уже, он уже ее начал переваривать, я могу по цитатам, по текстам показать, где и как, он уже начал это ломать тоже, и так далее, и так далее. То есть Кроули создает оккультную традицию, которая вообще не похожа ни на что, что существовало в дискурсе до этого. А это, блин, страшно. А это страшно. А тут еще он провозглашает там звери и блудницу, как от своих там почитаемых богов. А что за зверь, а что за блудница? Да, с этим еще, чтобы с этим разобраться, но нужен достаточно серьезный уровень, опять же, понимания культурного исторического контекста. Ну, в общем, Кроули страшен. Кроули страшен для овец, Кроули страшен для тех, кто хочет быть счастьем, кто хочет находиться вот в таком режиме покорности чему-то такому правильному, идеальному, эталонному, что его вот определит, как вот даст ему форму, и все, понимаете. Поэтому вот Кроули, он выбивается. И поэтому, да, тарологи, знаете, я вас сейчас повеселю немножко, буквально пару месяцев назад с супругой выходили на сайт одного из исторических магазинов, там такое таро, знаете, Алистер Кроули, и написано, что Фрида Харрис взяла с Кроули обещание, что пока они работают над колодой, он не будет заниматься черной магией. А вообще Кроули был хорошим человеком, просто он читал он слишком много перечитал Ницше. Вот. Вот в чате написано. Подают колоду вот с такими расшаркиваниями и оправданиями. Подает колоду эзотерические тусовки, да, пытаясь ее там, ну, условно говоря, как-то продать. Ну, это пиздец, дорогая редакция. А тут в чате как раз пишут Кроули какой-то Ницше от мира эзотерики как раз, неожиданно. Да, да. А у меня другая аналогия в голову пришла. Я, наоборот, здесь вижу аналогию с такой вот индийской традицией, что вот была тантра, и до тантры что-то вот было, и Кроули здесь такую как будто бы тантру ввел в эзотерику, условно. Ведь до тантры была такая жесткая аскеза нередко, а потом ввели всякие сексуальные практики в том числе, и многие другие практики связаны с какими-то яркими эмоциями, да, вот, играя на каких-то ярких ощущениях, у меня здесь больше даже с тантрой это все ассоциируется в таком случае. Я все с вами согласен, более того, ведь здесь есть еще и метафизический параллелизм, здесь есть этический параллелизм, да, сакрализация сексуальности, чувств, но есть и метафизический параллелизм, потому что другие традиции, там есть один бог, Ахман, Брахман, один Брахман, а как в тантре, Шива и Шакти, мужское и женское, Шива-ось, созерцание, тот же самый Хадид-ось, Шакти, Каля, Парвате, вечный танец, вечная динамика, вечная лила, один в один нит. То есть, вот по структуре мифа, по структуре мифа, действительно, Кроули наследуют тантри. Но что здесь вдвойне интересно, что сам он это очень плохо осознает. Вот это потому, что сам по себе, но будучи достаточно честным исследователем, если на что-то он опирается, да, там, Каббала он много цитирует, много цитирует Идзин, да, но Каббала больше всего, много цитирует герметизм, он честно цитирует то, на что он опирается, да, он ищет союзников, он чувствует себя, ну, очень неуверенно, потому что вот он открывает что-то абсолютно новое, ему очень важно искать союзников. Вот как раз то, что он Тантру почти практически не цитирует, хотя исходят из нарративов Тантры, оно как раз и подтверждает для меня то, что, помимо того, что делает Уль, придумывая какую-то там религию, есть некие боги, силы, архетипы, которые просто открываются. Кроули, в каком-то смысле, открыл Тантрических богов и чуть-чуть по-другому назвал. Ну, да. Вот сейчас будет сложнейший вопрос. А, нет, давайте тогда на простой вопрос ответим, буквально там несколькими словами, наверное, и потом будет очень большой вопрос от зрителя, платный вопрос, поэтому его обязательно надо задать, но вот он там большой, его долго читать. Сейчас коротенький вопрос. А сами телемиты гадают на Таро Тотто, спрашивают в чате у нас? Конечно. Насколько я знаю, вообще в телемитском, ну, принято, если говорить о телемитской традиции, то принято иметь две колоды. Одну колоду Таро Тотто, в которой ты обращаешься, ну, к наиболее важным вопросам, это еще идет обращение мистериальное, есть определенные ритуалы, даже, которые можно выполнить, чтобы призвать силы, которые дадут карту более соответствующую ситуацию, да, но в особенности старина Гермес тут никогда не подводит. вот, и какая-нибудь вторая колода, которая, ну, кто-то либер Eternal of Star использует, кто-то использует Дюкет, а кто-то использует, классно, кто-то у каждого свой выбор, но обычно берем какую-то другую колоду, которую используют, более популярно, ну, потому что все-таки Таро Тотто и классно, вот, я попал в тупик, я не знаю, что делать, я там, либо туда пойду, либо туда, и ошибка, это пиздец, да, я беру Таро Тотто, но если мне начинают задавать там, кто-то спрашивает, там, я не знаю, какой, когда начинают, любят, не любят задаваться по восьмому разу, есть такие, особенно, например, да, или, скажем, карту по какому-нибудь вот вопросу, абсолютно такому текущему, да, и который, ну, не имеет такого размера, то хорошо, разбой вторую колоду. К слову сказать, я же сейчас свою колоду создаю. Не знаю, вы в курсе? Нет, интересно. Собственно, вот интересно, да, мы давно в друзьях, вы как-то это самое, фактически последние два года я постоянно выкладываю карты, создаваемой нами колоды. Я два года стримлю, понимаете, в чем дело? Я надеюсь, что наступит тот день и час, когда, так сказать, вы сможете ее тоже подержать в руках. В общем-то, осталось там очень немного уже, все фигурные, все малые и старшие созданы, сейчас идут работы с фигурными, там еще будет небольшая оправочка по старшим, в общем, все, колода создается, каждое третье сообщение на моей странице, это, в общем, представление новой карты, поэтому так даже странно, что вы просмотрели. Я уже давно ни за чем не слежу, к сожалению. Через эту колоду я стараюсь каким-то образом, да, создаю ее не один я, ее создают пятеро, пять магов, я здесь один из пяти, вот через эту колоду я, так сказать, стараюсь передать, протранслировать вот то, что называется наш миф, вот именно та энергия, то состояние, которое связано именно с пространством вновь со храмом именно Люцифе, именно Телемита. Кстати, вот, прослушав вот сейчас вас, я могу сказать одну интересную вещь, я вот стилистически, видимо, выгляжу очень похоже на Телемита, потому что у меня тоже оказывается две колоды, что у меня, во-первых, Таро Тото прекрасная, еще у меня Монара есть дополнительно, как раз для всяких таких вот, ну, неважных таких, не очень серьезных тем, она вот обычно выплывает там про любовь, там про отношения, вот Монара у меня, ну, знаете, может Монару прекрасная колода, на самом деле, Монара, я могу вам поделиться одним хинтом, кстати, да, если вот вам интересно, раз уж эта колода стала вашей любимой, для того, что Монара можно использовать в том ракурсе, в каком невозможно использовать практически ни одну больше колоду, то есть, можно, но гораздо хуже, ее можно использовать как тест, то есть, вы выкладываете 22 старших Аркана Монара лицом и просите собеседника назвать карту, которая ему больше всего нравится и больше всего не нравится, вот, если у вас есть минимум, так сказать, психической чуйки, да, в плане, вот, что вы вот можете, ну, то, что я называю, включить в себя, включить в свое поле человека, вот этот выбор этих двух карт вам скажет о человеке все, это вот интересная фишка, просто, ну, это в качестве такого хента. Сейчас будет очень сложный, очень длинный вопрос, скорее всего, довольно спутанный, надо будет выделить какие-то ключевые моменты, я надеюсь, я сам смогу это сделать, но это совершенно не факт, зрительский вопрос, ну, автор пишет вопроса, заранее извиняюсь перед гостем за скудаумный вопрос, просто хочется разобраться, можно ли считать, так, отредактировал он его внезапно в процессе, ладно, можно ли считать слова определенными якорями, за которые цепляется ум и, соответственно, через которые проще вызвать определенные состояния, то есть, когда человек читает определенные заклинания, нацеленные на определенный результат, само заклинание, то есть, написанное определенной последовательностью определенных слов, тексты, неважно, в голове или на материальном носителе, является костылем для того, чтобы было проще вызвать определенное состояние и, соответственно, через его состояние определенным образом повлиять на обрег влияния. Это еще не все, это только значит половинка. Сейчас, да. То есть, можно оказывать воздействие на реальность и без слов, образов, символов, просто все заклинания, образы и символы, это костыль, через который легче осуществить воздействие, и поэтому слова, буквы и символы могут составлять определенным образом, исходя из намерения самого человека, который хочет совершать воздействие, и через это можно объяснить символизм слов картин, и это еще не все, еще чуть-чуть. Я выделил основные моменты, я спрошу короче и грамотнее сейчас, действительно. Так, таким образом можно для себя, под себя, и для себя, и под себя, здесь оба написаны, если что я не ошибся, создать определенные символы, которые выводят в определенные состояния, через которые тебе конкретно проще воздействовать на реальность, или при этом она будет понятна только тебе, соответственно, для другого человека непонятна, и он и не засрет заклинание. Ну, в общем, основная суть вопроса, как я понимаю, заключается в том, можно ли считать слова определенными якорями, за которые цепляется ум, и, соответственно, эти якоря, получается, можно заменить на другие якоря, ну, например, там, карты, символ карты, или, например, я не знаю, на все что угодно абсолютно другое, вот, и получать какой-то результат, который имеет смысл только, ну, вот, для самого практикующего, а вот для других иметь смысл, он, видимо, уже не будет, как-то так получается. Автор замутил. Я немножко загрузился. Автор замутил, очень сложно предложения составлены. Да, 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 я просто пытаюсь поднять здесь, в чем вопрос, то есть, как я понимаю, вопрошающий говорит, слушай, чувак, все ваши слова, заклинания, херня, я вот могу прям без всяких слов напрямую к черному солнцу, взять оттуда и что угодно сделать. Ну, можешь, хорошо. Да, ну, может быть, можешь, может быть, думаешь, что можешь. Да, то есть, я здесь, я вот в этом всем нагромождении, я не вижу, собственно, самого вопроса. Да, то есть, человек говорит, что, в принципе, слова это просто якоря. Допустим, но в ритуале важно же, что? Если мы говорим о классическом ритуале, то здесь важны не только слова, но и жесты. В нашем ритуале с Рафеем делается вот в такой позе, да, вот-вот мы стоим в позе писца, представляя себя Тахуте, да, жесты, вибрации, что когда я говорю «Хо я броку, лесте профани?» Я даю удар, я даю удар по пространству, я не просто говорю «Да будет оно изграно», я рычу, словно, как лев рычит, да, изгоняя все из этого пространства, да, дальше есть определенные визуализации, если, опять же, мы возвращаемся к любимому мною с Рафеем, я говорю «О, тыч, я кожа пылает оранжевым светом, как будто обожжена в печи, о, тыч, я глава, подобный изумруду». Я по мере своего скудного, так сказать, воображения, я пытаюсь эти немесые цвета представлять, да, поэтому лучше ритуал делать с закрытыми глазами, кому как удобнее, канона нет, но, то есть, есть еще фактор визуализации, фактор образа, есть фактор доступа, фактор знака, да, вот с тех пор, когда этот ключик был благополучно передан, да, мне, в принципе, не нужны какие-то, вот есть там, например, в популярном грознале сигелы и цифер, да, я их практически не пользуюсь, да, потому что, ну, через эту сигелу я могу входить, настраиваться на любого из четырех, так или иначе, да, вот, и она заменяет и пентаграмму, и схема Древа Мира, там все, что мне нужно, мне, причем бывает так, что мне дали этот символ, ну, учитель дал, я говорю, а что это значит, Марти, а вот это ты мне расскажешь, и не сразу, да, и вот я этот сигел раскручивал, наверное, несколько лет, да, когда находил ключики, а что же это на самом деле значит, понимаете, вот, поэтому, здесь, опять же, в чем вопрос, кроме того, могут быть ритуалы, построенные на спонтанном вызывании, да, если мы, скажем, делаем возлияние вино, да, мы выпиваем, мы опьяняемся, и потом, например, мы в этом состоянии опьянения, не до свиноты, конечно, а, так сказать, до вот какого-то вот подвижности, психической подвижности, да, то мы можем в этой психической подвижности придумать слова обращения, мы не обязаны повторять каноничный ритуал полуструнно, это удобно, это удобно, то есть, когда очень хорошо, что они у нас есть, и это удобно, это всегда, как вот у нас собрались, там, пять магов, да, о, что бы поделать, о, круто, у нас же есть эсрафей, ничего придумывать не надо, это очень удобная, мощная, рабочая штука, но точно так же кто-то скажет, а вот мы там хотим Эсиду, ну давайте сейчас там по 2.22 и какие-то из знаний текстов саркофагов, из знаний ее мифа, ее изображений, мы тут же, и из знания сути, мы тут же создадим этот ритуал Эсиды, понимаете, то есть, здесь вот тоже есть, есть такая, опять же, ошибка Неофита, ошибка Неофита, и ошибка некоторых очень пафосных магов, которые, ну у них это не ошибка, у них это сознательное мошенничество, потому что это, так сказать, очень размывает их могущество, когда утверждают, что вот только такой строгий, жесткий ритуал, вот по таким правилам, по таким, ну с такими словами, звучаниями, боги услышат. Ребята, извините, все, что мы имеем, это перевод, в любом случае, это перевод с английского, на английском, то, что мы выучим на английском, а там какие-то куски, это перевод с латыни, ой-ой-ой, да, что-то с латыни, а что-то с греческого, и как вы это будете, то есть, это к тому, что вот есть такой пуризм, стремление сделать идеально, чисто, что вот только, опять же, это опять же к болезни власти, понимаете, вот только у нас есть это, правда, закон, идеально что-то сделанное, четко, а у всех остальных так, нью-эйдж, самозванство и прочее, да, это все, так сказать, дорого не стоит, понимаете, но хорошо, когда есть ритуалы, выстроены, но точно так же мы можем рождать ритуал, точно так же можно в каком-то глубинном шаманском танце в лесу создать ритуал, да, призвать, почувствовать и забыть, понимаете, и такое тоже бывает, я вот буквально не далее, чем неделю назад участвовал в таком ритуале луны, который создавался, я создавал, прям вот на месте, в лесу, и он уже не помнит, вот мы просто вот по потоку участвовали в каком-то действии, разворачивали эту силу, и, блин, оно сработало, но, блин, диктофона ни при ком не было, захотим мы воспроизвести, мы не вспомним, это просто вот к тому, что такое магия, не знаю, насколько я ответил на этот супер нагроможденный вопрос, ну, как полк, ну, этот вопрос, я чувствую, мог бы быть задан в одну строчку буквально, но вот автор решил там слишком, слишком, слишком сложно задать его, я думаю, ответ достаточный, я думаю, ответ достаточный, так, у нас тут вот еще вопросик про Таро есть, но это уже вот из моих, раз уж зашла речь про Таро, как относитесь к таким понятиям, как интуитивное гадание, нахождение в потоке и так далее? Ну, как? Нормально. Ну, к интуитивному, просто есть, Я не совсем понимаю, а что я имею в виду под интуитивным гаданием? Ну, допустим, есть, ну, некоторые тарологи разделяют гадание на интуитивное и систематическое, это когда мы полностью следуем какой-то системе, у нас определенная система символов, там, например, во французской колоде получается, марсельской вроде она называется, да, у нас определенная система символов, как мы, вот, какая комбинация выберет, и может заранее знаем, как по системе ее интерпретировать. А интуитивно, это когда мы, ну, собственно, более свободно, более открыто интерпретируем карты. Я считаю, вы понимаете, это же ступенья, то есть, я вот, просто, мне это назвали, я это, что я, естественно, практикую, просто не знал, что так называется. То есть вначале, на первом этапе мы выстраиваем систему, мы выстраиваем эти связки, мы просто узнаем, что там маг – это успешность, красноречие, жрицы – это интуиция, ну и так далее. То есть мы условно выстраиваем вот этот фундамент, фундамент смысла, базы. Дальше появляется некий фундамент опыта, когда вот мы смотрим в таких ситуациях, такие коллизии, такие и такие. А потом, конечно же, это всегда интуитивно, потому что, ну, карт всего 78, ситуации в жизни миллионы. Ну, вы понимаете, невозможно все многообразие бытия, все многообразие ситуации, переживаний событийного ряда свести к 78 порядкам. Невозможно. Это значит, что в каждом отдельном случае эта карта может значить что-то особое. И тут нужно очень чувствовать, именно чувствовать. То есть для меня, я небольшой любитель сам, собственно, гадать, ну почему. Могу тут здесь объяснить свою позицию. Это чрезвычайно энергозатратно. То есть если я начинаю на потоке гадать заденешь, это очень сильно выматывает, да. Плюс, ну, когда у меня, собственно, издательский проект, обилие непрочитанных книг, обилие там не сделанного, то есть вот включаться, мухаться вот так хорошо в этот процесс, поэтому все знают, что я практически не гадаю. Ну, бывают случаи, вот был момент, когда мне прям пришел Азазель, я лежал в самой такой, одной из самых нижних ям, и вот Азазель пошел, гадай. Он встал и работает. Сейчас я объявил на своей страничке, что вот впервые, ребята, я делаю акцию, давайте, вот, по две тысячи. В общем, цен, не знаю, надо было пять ставить, все-таки у меня уже две книги изданы, вот, но в итоге в день я прорабатывал где-то 15 человек, то есть это был просто огромный поток, было несколько невероятно красивых моментов, когда я прям оба-на, там, а вам танцевать нужно, вот тут вам, вот я смотрю на карту, а вам вообще нужно заняться танцами, тогда вот все хорошо, и там прям реакция на том, что катарсис, то есть что-то буквально на уровне, откуда я знаю, или, ой, боже, что же у тебя с отцом-то бедное, да, просто видишь, может, есть карты, видишь, то есть там были очень красивые моменты, были моменты, которые я не вытягивал. Буквально я вот помню вот из этих потоков 3-4 работы, когда вот это такое очень мучительное ощущение, когда все, что ты можешь сказать, это то, что тебе уже сказали, и ты чувствуешь себя просто каким-то идиотом, да, что вроде и карты понятны, очевидно, но тебе тоже, и так сказали, в общем, блин, вот здесь такие, было несколько таких неловких гаданий, но это меньшинство, это буквально 3-4 таких примера, а вот мощных, наверное, штук там 12 есть, в общем, была у меня такая работа, но обычно я вот на потоке этим не занимаюсь, потому что мне нужно поддерживать бизнес, нужно поддерживать свою магию, а это очень, как бы, ну затратно, энергетически. Так, вот у меня тут есть такой тоже достаточно стройный, целостный, системный вопрос, вообще он изначально звучал как «Расскажите подробнее про Телему, учения Алистер Кроули», но мы частично уже, я думаю, коснулись многих аспектов, повторять прям вот досконально, наверное, нет никакого смысла, но вот если у вас получится, вот в контексте немножко другого вопроса. Телема каким-то образом, наверное, связана с предшествующими философскими, ну и тем более религиозными традициями. Ну, например, с философией волюнтаризма, скорее всего, связано, да, там Шопенгауэр, Ницшикин, там отсылки, наверное, присутствуют, вот, с Библией как-то, ну, на неё реагируют, скорее всего, критикуют, и где оно, в общем-то, интересно, ещё фигурирует, ну и как, в общем-то, проявляется вот в нашей такой культуре, прежде всего меня, Настя, наверное, интересует философский аспект, всё-таки канал у меня философия посвящён, вот. С моей точки зрения, Кроуле наследует, просто вот конкретно, чётко наследует, с одной стороны, вообще всей романтической традиции, согласитесь, да, вот, это и Байерский Каин, это и Мильтон, это и, вот, это одна линия, романтическая линия. Далее, он, конечно же, наследует гностической линии, причём с гностицизмом здесь сложно, потому что на тот момент, когда Кроуле жил и творит, всё, что мы знали о гностиках, мы знали об их критиках, но это, скажем, источник так себе, вот. В итоге бывает очень забавно, когда, ну, скажем, я не помню, кажется, Ирине, плюя, ругаясь, изрыгая проклятие, говорит, что презренные карпокротяне добавляли печенье, семя, и, в общем-то, в ситуации гностиков это была очевидная клевета, но Кроуле проникается, надо добавлять в печенье семя, вот так делали карпокротяне, которые так и делали. Вот, это тоже один из интересных моментов таких исторических инверсий, да, когда некая идея, выведенная как клевета, как полемические формы, потом становятся востребованы. Но, с моей точки зрения, если мы хотим и брать главную точку, чего наследует, чего Кроуле исходит, то это пантеистический герметизм. Это, собственно, если мы не берем трактат, ну, его даже тоже можно взять Поймандр, Дева мира. Я просто буквально недавно читал по герметизму лекцию, очень подробно прорабатывал все эти источники. Сейчас пытаюсь вспомнить, как называется, Акскрепий, да, трактат Акскрепий или Акскрепион, пожалуй, один из лучших трактатов. Вот, собственно, герметизм нам впервые вообще в истории человечества объясняет, что на самом-то деле, как Бог это бессмертный человек, человек это смертный Бог. И что человек, по сути, это... И там даже есть моменты, где говорится, что вы со звезд. Так у Кроули фраза «каждый мужчина и каждая женщина звезда». Так конкретно в герметизме «ваша природа – природа звезд». Да, вы, познав свою природу, вы можете там познать любые тайны, вы можете там пройти любые завесы и так далее. То есть, вот весь глубинный метафизический посыл, теремая Мехалестера Кроули, с моей точки зрения, берет основание в пантеистическом герметизме. Здесь тут тоже нужно сделать некоторую развилку, потому что сам корпус герметиком накидали очень разных текстов. То есть, ну, знаете, это же не гермет писал, да, вот с Алиппу прилетел. Это писали там разные люди, разные учителя. И какие-то тексты склоняются к дуализму, да, к противопоставлению все-таки материи и духа, какие-то к пантеизму. Да, вот сейчас есть Аксклепиум, там очень хорошо это так склепи по христианству проходится, культ могил, да, что приходит время, когда старые живые солнечные боги будут забыты, такой вариант апокалипсиса, по поводу которого, кстати, проходят с Агустем Блаженный, да, там, в его проклятии герметизму. Прямо это очень интересная штука. Человек, есть такой просто исторический парадокс, каким образом герметизм и герметики выжили, да, через всю историю всех гонений, всех ересей, когда малейшее там отклонение от догмата, чуть не так единосущные, подобносущные уже резать друг друга, а тут вообще другой бог, другие имена, другие ключи, а мы просто философы, да, вот этот герметизм он так проходил, проходил аккуратно, и когда надо, где-то запускал, да, вот был запуск, герметический запуск, был очень сильный Пуху Ренессанс, ну, собственно говоря, род Медичи, Флоренция, и второй такой запуск, ну, собственно говоря, вот, начало 20-го века, я бы здесь не с одним Кроулем связывал, я бы целая плеяда была таких мыслителей, герметиков, да, и Юнг, и Кроуля, и у нас он был, и Волошин, ну, и так далее, да, вот как-то так. Ну, это мое мнение, я вот здесь с такой приемственностью, с одной стороны романтическая, вы знаете, романтическая составляющая телема, это момент пульта, это момент трансгрессии, да, тут нужно еще учитывать, биографический материал самого Кроууля, да, воспитан в тяжелейшей секте, плиматские братья, да, в общем, именем Христа его не только били, ну, извините меня, в этом колледже для мальчиков на силу, поэтому к Иисусу у него были очень большие претензии личного характера, вот, и вся вот эта тема такая, я бы сказал, причем, но при этом, да, при всех там богохульствах, Кроулю в каких-то его таких философских вещах, у него хватает мудрости, иногда, так сказать, я не виню и исторического Иисуса из Назарета в учениях, которые ему навязали, то есть, тоже такая достаточно, такая, с моей точки зрения, фраза, посыл, да, что все-таки, ну, какая-то реальность сохранялась. Ну, вот эти два компонента, романтический и герметический. Ну, конечно, Нитша, конечно, Нитша. А Нитша как проявлен, получается? Ну, приблизительно понятно, но... Как здесь проявлен Нитша? Ох, понимаете, в чем дело? Ну, разрушение скрижалей там, скорее всего. Да? Разрушение скрижалей сразу вспоминает. Разрушение скрижалей. Я больше скажу даже. Нитша там проявлен в главной центральной метафоре будущего, в главной эсхатологии теле. То сейчас приходит Эон, бога-ребенка. И это играющее дитя. Да, играющее дитя. И вот вспомните, в Нитше сверхчеловек подобен дитя. Три стадии. Верблюд, лев, дитя, да. И так далее. То есть, вот сама телемитская эсхатология, она во многом как раз отсылает нас к Нитшанскому. Но это, конечно, не только Нитшанск. Это и у мейстера Экхарда, да, бог дитя. Тут, понятно, тоже не будем приватизировать. Говорю, вот эти символы боги, они идут, да, по разным мыслителям, визионерам. Но вообще, с моей точки зрения, не знаю, согласитесь вы или нет, Заратустра – это вещь пророческая. Это не философский текст. Ну, сейчас дальше у Нитши – это философский текст. Заратустра – это больше, чем философский. Ну, я здесь соглашусь, потому что он вообще, в принципе, странный. И стилистика не такая, как у всех его текстов. И вообще, как у философских текстов. Да. Ну да. Вот, я думаю, что... Ну, и понятно, от Нитши же это отрицание морали рабов. Помните, да? Ну да, конечно. Вот эта фраза во второй главе книги «Закона», сейчас я ее приведу, да. Типа, ты боишься ударить, потому что это скрытый царь, глупец. Если это царь, ты не сможешь повредить ему, поэтому бей со всей силы, да. И вот это, ну, это явные отсылки как раз к нитшанскому антихристу, да. Вот это противопоставление морали рабов, морали героев. Ну, на самом деле, телема, она очень сильно пропитана Нитши, но, что мне кажется, и даже в чисто интеллектуальном плане, Кроули сделал очень важное, так сказать, дополнение. Он очень хорошо скорректировал пространство мысли Нитши, и потом Парсонс уже скорректировал Кроули. Вот в пространстве Нитши, к моему глубокому сожалению, нет места женскому. То есть там женское начало мыслится как покорное, да, возможно, то есть, фактически Нитша восставая. Вот в этом плане меня всегда переполняла печаль, что Нитша восстает против скрижалей, против морали, против закона. Но когда он начинает транслировать разговоры о женщине, он создает идеальный, патриархальный, прям-таки христианский текст, да, ведет к женщине переплетку. И в этом плане Кроули, утвердив Ньюит как первичную метафизическую единицу, он очень позитивно скорректировал, с моей точки. Да, поэтому вот не будем здесь Кроули сводить только к Нитши, да, он во многих вопросах дал очень важную коррекцию. Так, вот как раз донатный вопрос от Тигровой Рыбы. Если Олег еще не рассказывал о взгляде Телемы на перерождение, можно ли его об этом спросить? Можно? О перерождении взгляда какие у Телемы? Это очень интересный момент, но буквально не далее, чем неделю назад, я проводил, собственно, такую трансляцию, как раз посвященную опросу прошлых жизней. То есть, эту трансляцию при желании можно прослушать и под мой голос пройти некую медитацию, которая, возможно, вам поможет вспомнить прошлые жизни. Ну, собственно говоря, то, что прошлая жизнь лично для меня, лично для меня факт существования прошлых жизней, это практически на 90% вероятная гипотеза. Ну, как вы понимаете, 100% здесь утверждать никто ничего не может, но факт, что мы можем вспоминать образы, символы, переживания, состояния, картинки, о которых мы сознательно не имеем понятия. И я собрал очень неплохую базу таких и из своего опыта, и из опыта неких друзей, приятелей, когда действительно образы и картинки, которые прилетают, они действительно сознанием не могли быть порождены. Они откуда-то из глубины. Другое дело, здесь есть очень такой хитрый вопрос, кто перерождается. Этот вопрос, этим вопросом я всегда мучил своего учителя, на что мне отвечалось, что с той позиции, с какой ты отвечаешь, это не имеет значения. Что я имею в виду? Мы либо говорим о индивидуальной душе, которая движется через череду перерождений, либо мы можем говорить о неком едином духе, условно, который проявляется в разных формах и гранях. Потому что одновременно 100 человек могут реально вспомнить себя в перерождении Наполеона. Вот он увидит себя Наполеона, он увидит эти треуголки, он увидит, он слышит эту французскую речь, которую ни разу не слышал. И вы что скажете, что он реально был Наполеоном? Нет. Но как он мог пережить этот опыт, если у него многих данных тут нет? Это очень интересный вопрос. Вот есть две позиции. Есть позиция реинкарнации, есть позиция митемпсихозиса. Реинкарнация говорит о индивидуальной душе, проходящей к их рождению. А митемпсихозис говорит просто, что есть некий единый дух, черный свет, который принимает формы нас и проходит свой опыт. Но что интересно, что мы можем получить доступ к опыту этого духа из прошлого. Да, мы можем в каких-то случаях это проживать, если этот опыт по какой-то причине чем-то очень совпадает, резонирует с нами. И, к слову сказать, сам Алистер Кроулем, по-моему, это книга Тишап, книга Пусей памяти, даже предлагал некие методики вспоминания прошлого жизни. Вот, но со своей стороны я могу сказать, что я все это делаю гораздо проще, просто даю вот некий текст и введу. То есть, если кто-то желает попробовать, вспомните, не вспомните, буквально у меня на стене второе или третье сообщение, неделю назад транслировал. Так сказать, кто же, кто хотел что-то вспомнить, многие еще вспомнят. Как-то так. Так. Ну, тут, кстати, вопрос от Марии в чате, вижу, интересно-неинтересно, и у меня почему-то в глаза вот так вот бросился. Хочу задать. Что Олег думает о поэме Кроули «Благодатная Мария»? Почему ее не принято обсуждать среди телемитов? Дело не в том, что я думаю, дело в том, что я знаю. Дело в том, что я знаю. В Кроули был большой, скажем так, степщик. Большой степщик. И в один прекрасный, есть такая штука, как акростих. Знаете, что такое акростих? То есть, когда мы пишем стих, фразы формируются по первой букве строки. Вот «Благодатная Мария» в оригинале акростих звучит «Хочу тебя ебать». При этом, когда его переводят на русский, естественно, его переводят в таком очень благостном контексте, с таким предисловием, что вот у Кроули был момент просветления покаяния, когда он писал эти забытые несчастные стихи. Ну, на самом деле, это была еще одна просто божественная провокация, великолепного мастера провокации. Так, ну это интересно. Так, а теперь приходим к еще одному интересному аспекту. Хотелось бы обсудить Юнга. Вообще, в принципе, персона Юнга, она очень часто проявляется у всевозможных магов. Неожиданно тоже, ну и не только на самом деле. Юнг такой, наверное, один из самых цитируемых за пределами всякой такой психологии и психоанализа персонаж, который принадлежит к психоанализу непосредственно. Вот так вот оказывается. Как вы пришли, собственно, к Юнгу? Почему именно он? Почему он в контексте и Кроули, и эзотерики вот как-то вот дает какие-то, получается, достижения, к чему-то вдохновляет? Нужно сделать некоторый перевертыш, потому что, на самом деле, сначала я пришел к Юнгу, а уже потом, значительно позже, где-то года через два-три, я пришел уже к Кроули, к эзотерике. Собственно, история-то очень простая, давно известная. Год 1999. Я иду на собрание одной психологической группы трансперсональной психологии. И я говорю, ребята, я абсолютный материалист. Я вот, вот у меня есть Сартрекамю, больше ни во что не верю, меня не сдвинете. Но мне нужно проработать Эдипов комплекс. Возьметесь? Возьмемся. Я остаюсь в этой группе. В этой группе я работаю со своим бессознательным где-то полгода, и со мной начинают проявляться такие вещи, ну, я это, ну, собственно, как оказалось, пробуждение кундалини, которые, после которых материалистам остаться невозможно. Ну, собственно говоря, дата первого чуда в моей жизни, это 25 декабря 1999 года. Очень хорошая такая точка, знаете, еоль, конец тысячелетия, все как надо. Вот, и в какой-то момент я понимаю, что вся моя вот эта старая модель, философская, интеллектуальная, рациональная, она насыпалась как карточный домик. Чудеса происходят просто на каждом шагу. И я прям обваливаюсь просто. И я, причем, ну, мало того, что в тот момент, через некоторое время, у меня происходит достаточно жесткий разрыв с этим психологом. Вот, разрыв, потому что, собственно, товарищ Сережа Белковский, видимо, решил, что раз я оказался так очарован его идеями, значит, ему удастся легко меня, так сказать, склонить к гомосексуализму. И получилось. Вот, и вот, оказавшись один, я начинаю копать, пытаться найти ту точку, на которую я мог бы опереться в своей, вот, выстроить новую свою какую-то интеллектуальную конструкцию, да, и свой образ мира, свою карту. Потому что старый материализм, после тех опытов, тех состояний, тех синхронов, тех событий, он, в принципе, не роляет. Никакая религиозная модель, она не роляет, ты знаешь, рабского, принижения, обесценивания сексуальности, женского и так далее. То есть, тоже идет нахуй. Эзотерика, вот та эзотерика, которую я на тот момент знал, она, знаете, пахла нафталином и назиданием. Знаете, такая эзотерика для тетушек. То есть, так роли, орденских, масонских вещей, там, я еще тогда просто не довеселся, то, что мне там попадало, что я на той точке знал, как эзотерик, это была такая тетушкинизация. И вот Юнг для меня оказывается настоящим спасением. Я просто, я помню, как сейчас я, первые вот эти книги, створение сознания, происхождение развития сознания, биография Юнга, там, вот, оно оказывается просто настоящим катарсисом, потому что я впервые вижу человека, который говорит о тех вещах, которые связаны вот с этой глубиной, и он говорит о ней с хорошим вкусом. Вот это первое, на что обращаю я внимание, он говорит без дешевой экзальтации, назидания, он говорит как спокойный рассудительный исследователь, четко, обстоятельно, картографируя реальность, описывая силы, с которыми сталкиваются, архетипы, сюжеты, описывая свой жизненный путь и так далее. То есть, вот, в отличие от всего этого большого эзотерического нейджа, первое, что привлекает меня именно Юнг, это изумительно хорошим вкусом. Особой культурой мышления, да, потому что Юнг, он не создает, вот, группу, да, сект, учений, смысла, а он включает весь мир, все культурные смыслы, все, вот, там, да, Фауста, Алхимика, Фауста, Он включает все в это, храм, да, он делает это, он делает совершенно потрясающе. И дальше, чем дальше я проваливаюсь в Юнг, чем больше я просто говорю, так он и тут прав, так он и тут прав, так он и тут прав, да, то есть, в общем, даже величитав всю переписку, я нашел буквально две-три абсолютно, так сказать, не имеющих к основному учению вещей, в которых я могу сказать, черт, вот здесь я с ним не согласен, клево. О, почему клево, потому что нельзя соглашаться с кем-то во всем совсем, тут есть опасность, что ты становишься частью, да, ну, вот я нашел буквально две-три таких штучки, да, понимаете, во-первых, его идея смысл человека, когда он говорит, что смысл человека в том, он в каком-то смысле, как ни странно, продолжает Шопенгауэра. Я вас удивлю, вы же, я так смотрел ваш канал, вы цените Шопенгауэра. Он говорит, что, да, что Бог слеп, что Бог мира, да, он слеп, то есть, он не обладает сознанием, сознанием обладает человеком. И когда он написал биографию, он говорит, что на эту мысль он и такнул Шопенгауэр с его слепой волей, да, слепой, что это, что, и задача человека принести сознание, да, в это, дать Богу глаза, да, трясающей красоты и глубины идеи. А потом, когда он начинает раскладывать свою модель самости, он говорит, что Бог не троечен, а четверичен, а четвертый аспект – это женское. Деву Марии вроде, да, у него там. Да, с моим акцентом на богиню, это был просто, ой, откуда он знает, да. И вот шаг за шагом, шаг за шагом, понимаете, множество вещей, но первое – это, конечно, хороший стиль, хороший вкус. Очень редко, к сожалению, сейчас можно встретиться с чем-то подобным. Кстати, в контексте диссертации кандидатской у меня же тема с философией воображения, ну, вообще, антология воображения у меня получается, она не так звучит, но неважно вообще. И я Юнга, собственно, тоже там цитировал и на эту четверицу натыкался, и он, соответственно, вот четверицу, ну, собственно, Триада и плюс Дева Мария, он ещё со стихиями параллельно их сравнивает. И контекст воображения стихий мне очень важен в контексте был философии того же Башляра, например. А, Башляр, да, да, да. Вот, и у меня как раз работа буквально вот и посвящена на грани между Башляром и Хайдегером, так получается, два таких персонажа. Ну, и вот Башляр меня немножко вот так к Юнгу привязал, и я посмотрел некоторые вот такие вот его труды. Ну, да, очень интересно, как раз Башляр интересен тем, что он говорит о том, что воображение имеет свой регистр, свою стихию, да. Вот, я помню это описание Земли, как антиномий. Да, 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 да. Ну, Башляр в этом плане даже частично, можно сказать, и Юнга продолжает, но поскольку он с ним, как я понимаю, был знаком тесно и работал тоже в рамках плюс-минус, ну, как-то вот тоже близко к нему работал, получается, именно вот интеллектуально. Тоже своеобразные архетипы, только в рамках воображения, получается. Да, но тут, понимаете, Юнг что делает? Он не только создает учения, как-то, он еще и создает пространство, эранос. То есть, создается в 1933 году под руководством Морги Фрабе Каптейн и Юнга, в таком домике-замке на границе Швейцарии и Испании, создается сообщество. И это сообщество, что здесь интересно, да, оно приглашает интеллектуалов исследующих самые-самые разные направления. Кершом Шален, что исследует, иудаизм, вот, пожалуйста, его лучшие книги, идут из докладов по эраносу, да, Мир Челяде, сравнительное религоведение. Мы смотрим эранос, вот у нас красной нитью с 45-го года идут доклады эраноса. Жербер Дюран, вот, к вашей теме, социология воображения. Да, вот мы очень надеемся, что мы все-таки переведем его главную книгу, да, и вот одна книга была нашим. У меня ссылки на Дюрану тоже есть, но, правда, они, ну, в кавычках на оригинал. Да, красной нитью идут через это. И там очень интересно, что вот этот круг, который он собрал, каждый строил что-то свое. Один, если христианский мистицизм, другой, там, четко Китай, там, третий, четко индейцы, Поль Радин. И вот, и, фактически, что произошло? Вот это пространство эраноса, на самом деле, очень магическое пространство, как переводится эранос, пир. Это попытка воссоздать пир Платона. Ну да, симпозиум. Это попытка воссоздать пространство посвященное. И именно вот те семена, они уже потом, в 60-х, после смерти Юнга, дают плоды. И когда вот эта переоценка значения воображения, культуры, она выходит на более массовый уровень, да, она выходит на более широкий уровень, да. Происходит вот эта интеллектуальная революция. То есть, на самом деле, да, Юнг не только, так сказать, исследовал, он еще и создавал пространство, создавал поле. Мне вообще очень нравится ваша эрудиция, вот как вы рассказываете про все вещи, связанные и с магией, и с Юнгом, потому что от многих магов вообще ничего такого не дождешься. В лучшем случае Кастанеда там немножко, и как бы, и то как-то вот среднее бывает, пересказ некий Кастанеда. Как к Кастанеде, кстати, относитесь? К Кастанеде я отношусь с интересом. То есть, собственно, я его прочитал, я взял от него пару очень красивых идей, ну, в духе «Возьми смерть в советчике», это просто вот, ну, это шедевр, это вкусно написано, это стильно написано, это круто. Некоторые, естественно, не всю модель, но отдельные кусочки реально показались мне весьма полезны, да. Вот, а что касается, вот, то есть, причем я его читал очень давно, или 20 назад, ну, понимаете, просто можно перешли, я говорю, вот ничего вроде я не имею, классный автор. Но при этом нет чего-то такого, чтобы вот отталкиваться от него, причем я бы сказал так, что вот есть Кастанеда, а есть Кастанедовцы. Вот Кастанеда крут, а Кастанедовцы, это обычно они выглядят примерно так, как, вот, знаете, если Ошовцы спорят, у кого эго меньше, то есть, знаете, все спорят, у кого больше, а вот Эзотерики спорят, у кого меньше, да, эго. И у меня совсем умолился, я бы совсем умолился, да, а вот у Кастанеда спорят, у кого там длиннее луч осознанности, да, вот они, значит, этот свой луч накручивают, значит, и вот, да, при том, что сам по себе Кастанеда, я говорю, прекрасные вещи о борьбе с чувством собственной важности, вот насколько хрупкая, ранимая, обидчивая, исполненная важность своих представлений эго типичного Кастанедовца, это надо поглядеть, понимаете, нет, есть исключения, я могу вот сказать, по крайней мере, ну, одно исключение я в этом отношении знаю, но это именно исключение, да, вот, есть определенный типичный тип Кастанеда, да, поэтому вот как-то так. Что касается моей эрудированности, ну, вы понимаете, тут какое дело, я как-то всегда равнялся на Ренессанс, на общество магов, когда магия круга Батоновской Академии, так, на общество волхвов, да, кто такой волхвы-волхвы, ну, это магия, да, пришедшая якобы там с дарами, общество волхвовка, которые возродили герметический корпус, да, нашли в этих самых, в архивах монастырей, и, в общем-то, опираясь на этот герметический корпус, перевернули всю философскую традицию современности, понимаете, вот это магия. Тут смотришь на группу Медич, магия, смотришь там на Фичина, Мирандала, на этих ребят, магия, смотришь на какого-то неудовлетворенного пацана, девственника, который вот чего-то насчитался, тут, я тут фаербулки, ну, господи, ну, как-то вот, магом назвать это, совесть не позволяет перед Фичина, понимаете. Вот как-то так. У людей, которые сейчас пытаются, особенно в интернете, так или иначе продвигаться, у них, с одной стороны, знаний, традициях и вообще, вообще ноль, собственно, да, то есть там несколько книжек прочитано, как бы зато единственное верное учение там и так далее, и так далее, это бывает там 40-летние дядечки в масках со сменогами бывает даже, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и довольно странно, в общем, бывает местами. Вот. Возвать бога, там, вся энергия, весь центр туда, да, как-то вот долго и мучительно смотреть на руки, да, весь день вспоминать, пишут или нет, ну, как-то, в общем, не мое, но важно. Ну, и здесь вот возникает вопрос, а для чего это нужно, да, вот я слышал, вот вы всегда можете проверить человека, спросить его, а для чего тебе осознанное сновидение? Потому что вот я слышал адекватный ответ только один раз, это в тибетской йоге осознанных сновидений. Что делает тибетский йогин, оказавшись осознанным сновидением? Он оказывается в своем храме и начинает выполнять практику идама. Он понимает, что в этой жизни мало времени, вот он не может практиковать, грубо говоря, что жизнь, она, но требует свое, да, что мы можем мало практиковать, да, для нашего освобождения, для нашего предпочитания богов. Вот он идет в эту практику и начинает, тем более, что в пространстве сновидения эта практика дается, естественно, легче, да, потому что там все подвижнее. Вот банальная экономия времени. Вот уважаю, круто, но почему-то 95% ребят, которые говорили мне про осознанное сновидение, вот этот аргумент приводили, а приводили какие-то совершенно абсурдные сюжеты в духе фэнтези. Ну да, и какая разница, и чё, вот у меня всегда на это шел вопрос, и чё, да? Вот в чате пишет человек тоже, осознанные сны это просто приятно и красиво, точка, всё. Ну, кстати, вот есть у нас персонажи опять про Гой Гая, группировку такую вот я задавал опять вопрос, они там миры меняют, получается, они в осознанных сновидениях утверждают, что они попадают, ну, получается, в параллельный мир и, в общем, там властвуют, получается, как-то так. И тащат из сны какие-то вот в реальность, меняют реальность преобразовывать с помощью сновидений. Что-то вроде там такое у них постулируется. Вот. Понимаете, вот представляете себе, вот можете себе представить, какие обратки можно здесь получить, и вообще, чё можно наворотить. Я говорю, я здесь не дока, я в этой сфере не дока, не эксперт, но вот даже в той формулировке, как вы говорите, что тут мы видим? Мы видим всё ту же вот этот комплекс власть, комплекс господства. Да, не некое присуществление себя, возвышение, уточение, да, а некое получение ощущения власти над некими мирами. Причём, я не знаю, мне кажется, что в какой-то момент, ну, говорю, мне кажется, что это достаточно иллюзорная штука, что, ну, это такое, то есть, тут у нас традиция, есть такое пространство, есть такое понятие зеркальные миры. Вот отправился человек на зеркальный полигончик, вот он поиграл там в царя и бога, да, ну, вот, именно есть полигон материи, это другое, а есть вот особая зеркальная пространство. Мне об этом конкретно говорили, но, опять же, пользы никакой, но при этом оно отразит всё, что вот вы хотите, и даст такую иллюзию, да, но под пользой я всё-таки имею в виду какое-то утончение, расширение идентичности, это становится больше, да, это становится более, более уточнённое восприятие, более уточнённое чувство, не знаю. Ну, это как-то так. Так, а вот нам ещё получается два небольших вопроса от зрителя, зрителю большое спасибо, пожелал остаться анонимным, если что. Можно ли считать театральную постановку магическим актом, и что гость скажет, и что он может сказать про само явление театральных постановок? Ну, там ещё небольшой вопрос будет маленький, я от него же. Ну, во-первых, я не знаю, мне кажется, что здесь это не... ну, как вам объяснить, да? Да. Да. Во-первых, театр выходит из мистерии. Просто, вот, лично вы знаете этимологию слова трагедия? Ну, наверное, вы же это знаете. Что? Ну, кстати, не факт, нет, я не помню. Козлиная песня. А, ну, слышал об этом, да. Козлиная песня, да? Ну, что значит козлиная песня? Это первые мистериальные, церемониальные постановки жертвоприношения козла Дионис. Причём, если мы почитаем о Кериньи Дионис, мы увидим, какие изысканные, изощрённые сюжеты разворачивались внутри обычного жертвоприношения. Вот берётся козёл, ему даётся ветвь винограда, он её сжирает. И в этот момент он провозглашается царём Пенфеем, постигнувшим на Диониса, пожелавшим его низвергнуть, да, сожрав этот виноград, потому что виноград – это Дионис. И он убивается, но убиваясь он сам уподобляется Дионису. Дионису. Посмотрите, насколько красивая, изощрённая в духе таких, я бы сказал, театра 20 века, да, в таких парадоксальных кино, когда ты ищешь убийца, а убийца – это ты. Я, конечно, утрирую, прощаю, да, но это всё проживается в мистерии, в жертве. Основа театра – трагус, козёл, козлиная трагедия, козлиная песня – это жертвоприношение Дионису. И та же самая мистерия была в Вавилоне, связана с Энке. Считаем источник выдающегося театралы философа начала 20 века еврейного. «Азазель и Дионис» книга называется. И причём, да, называется книга «Азазель и Дионис», я открываю книгу, а в итоге вся книга почти про Энке. Ну, ладно. Но, тем не менее, там очень хорошо показывают эти теории сакрального измерения театра. Дальше что у нас происходит? У нас всё больше театр, из театра изымается хор. Изымаясь театра хор, происходит изымание… То есть театр становится всё более светским. Да, собственно, от Эсхила к Авлипиду. Ну, здесь я могу, я думаю, уж это вы хорошо помните, Ницше, рождение трагедии с духом музыки, вот где Ницше прекрасно проводит эту деградацию, да, что от такого мистериального дионисийского действия театр становится чем-то номинальным, да, чем-то номинальным. А затем через Вагнах, тогда он с ним ещё не поссорился, возрождается вот к своему изначальному дионисийскому. Да, но потом оказывается, что нет, да, да, это уже совсем потом. Это как раз, да, это уже скорее, что это уже результат, так сказать, личных непониманий, да, скорее, больше степени нет, с моей точки зрения. Вот, а теперь смотрим, если мы посмотрим на теорию театра начала 20 века, в Серебряном веке мы видим всё больше и больше стремления, Вячеслав Иванов туда же, включить зрителя в мистерию. Да, то есть, собственно, вернуть театр к мистерии. И туда же у нас Антоне Нарто, театр жестокости, да, то есть, идёт тенденция к возвращению зрителя. И вот эта разница, театр как пространство мистерии, но более такое полоническое, потому что как бы зритель не хочет, но это всё равно мистерия, поскольку там человечек оказывается всё равно косвенно созерцателем, но не участником. Какой-то более модернистский театр, он кажется модернистским, но на самом деле он возвращается именно к магическому, к сакральному измерению театра. Так что, как бы, вопрос, просто, ну, спасибо за этот вопрос, вопрос, мне кажется, самоочевиден. Вообще, с моей точки зрения, любая форма искусства, ну, это магия. Если мы, ну, здесь нужно сделать, правда, одну оговорку. Если мы посмотрим на корни, откуда идёт живопись, на скальные рисунки, магические, иконы, иконография, что создаёт скульптура изначально богов, да, что создаёт поэзия гимны. Гимны. Лирика появляется на три, по-моему, века позже, если я не ошибаюсь, да, эпика тоже. Гимны, гимны. Почитание богов. Вот, и всё искусство само по себе сакральное, оно связывает, то, что связывает с сакральным, да, но проблема тут в другом, что в современном мире, в современном мире вот этот момент истинного художника, он всё больше утрачивает, да. То есть, остаётся художник, поэт, творец, но не существует единого пространства культуры, в котором он творит. Не объясню, что я имею в виду. Вот представьте, вспомните философию, вспомните серебряный век, множество поэтов, кто-то там талантливый, кто-то средненький, да, разные группы, но они все оказываются в пространстве единой культуры. Они все оказываются в пространстве единого потока. Сейчас, оглядываясь назад, мы изучаем, да, символизм, акмиизм, вот мы видим, что мы осмысляем их, как тех, кто творили пространство. Если мы посмотрим сейчас, есть гении Титаны и гении, которые не слабее, ну, скажем, гимн, скажем, венок Санетов Сергея Калугина, он не слабее венка Санетов Волошина и точно не слабее Брюсовского. Я могу, я свидетельствую, можете сравнить, да. И точно так же есть, ну, вот, на примере есть Калугин и ряд других таких там форсов, гении, но их творчество, оно зажигает некий круг небольшой вокруг них, до которого они могут дотянуться, но оно не может оказать стратегического влияния на культуру, потому что поля культуры нет, потому что поля культуры заняли мрази, занял конвейер, да, заняла вот эта система, система производства, система штамповки. То есть, получается, что поэт остается, дворец остается, а поэзии, а пространство, где, вот, глядя на, грубо говоря, наше время, через 50 лет мы можем остановиться и сказать, вот. Это была, знаете, какая любимая шутка у нас в компании, да. Путин – это политика эпохи Бориса Гребичакова, понимаете. Вот, условно, вот, вот, когда через 50 лет у нас будет пространство, но мы не сможем, но тогда не смогут посмотреть на это, как на единое, как мы смотрим на Серебряный век. Потому что вот этого пространства, которое было у них, у нас нет. Это великая трагедия, вы согласны со мной? Я более-менее согласен, да, но мне кажется, здесь проблема именно в масштабе, потому что, ну, с одной стороны, масштабы вообще количества образованных людей, там, на единицу населения, с одной стороны, с другой стороны, вообще масштабы населения выросли, плюс-минус. И действительно, есть конвейерные различные элементы, там, во-первых, это платное искусство, люди, которые просто за бабки пишут, там, не знаю, чуть ли не стихи, там, на день рождения, там, или просто стихи про любовь, там, просто, чтобы продаваться, выступать на концертах поэтических, там, например. Да, и очень большие, наоборот, по-моему, слишком много именно такого, знаете, именно пустого пространства, где людям нету места, ну, чтобы вместе всем сойтись и обсудить. А раньше оно было, потому что масштабы были, наверное, меньшими. Мне было, исчезло пространство, исчезло вот это пространство, исчезло поле. И в каком-то смысле, каждый, получается, что здесь вот этот вызов, который я изначально говорил, вызов Гермеса, он перед каждым стоит особенно остро, потому что каждый должен создать это свое поле. Он не может прийти в это поле и, условно, в каком-то сизигейности творить. Он должен создать это свое поле. Ну, в этом тоже есть своя прелесть, отчасти создать свое поле. Это даже, может быть, немножко, ну, для людей такого, знаете, как сказать, чтобы никого не обидеть, высшего такого сорта творческого. Это даже, наверное, более, как бы, даже приемлемо в том плане, что, ну, создать свое поле, собрать вокруг людей, там, создать свое пространство, нарастать постепенно. Грегор, там, все выше, выше и выше. Может быть, даже так... Я вот здесь очень выделяю конкретно, да, ну, наверное, двух человек, да, это моего учитель Марти и Калугина. Вот когда вы приходите на концерт Калугина, там уже есть традиция. Вот есть момент, он поет, там, Туркестанский экспресс, народ бегает паровозиком. Он поет, там, кораблик, там, там, начинает, по-моему, а, когда он поет, это, вперед и вверх, кидают самолетики. То есть, уже появляется вот этот спонт. То есть, душа творит ритуалы. Да, ритуалы. Душа творит мистерию, понимаете? То есть, не было того, что мы сказали в какой-то момент, что вот сейчас будет так, так и так. Душа нуждается в мистерии, понимаете? Ну, это да, это интересно тоже. Про театр хороший вопрос. И в контексте общего творчества вообще искусство тоже очень красиво разворачивается. И от того же зрителя вопрос. Проводит ли гость обучение для совсем начинающих? И если да, сколько в среднем это стоит? Вот так вот. Смотрите. У меня есть курс лекций. Суверенная юнгиаста. Которые вы можете просто в записи послушать. В конце там даются задания, которые вы можете сделать. И, собственно, прослушав этот курс, вы можете получить, по крайней мере, в кингянской области то, что я знаю. Есть курс по Таро. Есть курс по Таро. Конкретно по Таро Кроули. В связи с другими колодами, кстати. То есть я стараюсь прослеживать каждый аркан его, так сказать, в перспективе развития. Сколько стоит? Ребят, не помню. Потому что этим занимается Никита Петражицкий. Собственно, человек, который держит конкретно онлайн-школу. Я не помню. Я знаю, что вот он это продает. Вот мне процент идет, все нормально. Если говорить о каком-то личном обучении. Опять же, что мы имеем в виду под обучение. Если у вас есть вопрос, пишите. Если у меня есть ответ, я отвечу. Всегда говорю. Где-то можно посмотреть. Вот мы сайты тоже выложили. Сайт Касталия. Там можно обнаружить ссылки? По-моему, на сайте Касталия мы ссылки давали на онлайн-школу. Просто сайт, это больше книжная часть, но там есть ссылки на онлайн-школу. Так, Никита, если ты здесь, кинь ссылку на школу. Вроде он желал успехов в стриме, должен быть здесь. Ну хорошо. А если на Ютубе тоже ссылка на Ютуб есть, на ваши каналы? Ну и на странице ВК. Ютуб-канал точно есть. Ну и там есть ссылка на что-то, наверное, нет? Возможно. По-моему, да. Хорошо. То есть, здесь еще тоже хотелось бы что сказать. Если есть какие-то вопросы, если есть тема для диалога, ну, ребята, у нас есть ВК, у нас есть почта, пишите. У нас есть те мистерии ритуала, которые я провожу каждые полтора месяца. Туда, опять же, можно прийти, да, и побеседовать, подискутировать. Тут есть такой провокационный, что ли, вопрос, интересный про эзотериков и шизотериков. Шизотерики – это тоже интересное такое слово. Я его, кстати, часто почему-то использую неожиданно. Даже не знаю, откуда оно пошло. Откуда, не знаете, пошло слово шизотерики? Куда оно пошло? Я не знаю, ну, догадываюсь, понимаете. Потому что каждая вторая эзотерическая школа считает, что с историками всех, кроме себя. Ну, да так философии тоже, кстати. Все считают там только себя философами, а в основном остальных нет. Как бы классика. Ну, это, опять же, да, все хомо, все хомо, да, все человек. Вот, все-таки, ну, я бы сказал, что, ну, все-таки есть некий набор условных критериев, по которым вы можете определить отличие, так сказать, шизотериков от нормальных, адекватных. Но, опять же, понятно, что любой критерий, любое слово озвученное, да, оно очень условно, да. Вот, по сути, все, что я могу советовать, да, ребят, вот вы видите, кто-то вещает, как учитель, да, неважно какую школу, да. Да, это какой-нибудь эзотерический буддизм, суфизм, кабл, что угодно. Ребят, не слушайте, что говорит. Слушайте, как говорит. Вообще, магия в нас очень глубоко заложена. И вот вы пришли послушать лектора, вы можете вот просто воображением представить себя им. И посмотрите, с какой точки он говорит. Он там горит своим божеством, или он думает, ой, бляс, сколько я денег сегодня срублю? Наверное, мало. Вот, вот, ловите поток, ловите вибрацию, ловите момент сонастройки, да. Учитесь смотреть глазами других. Это очень важно. Это очень важно. Важно, конечно, что тоже важно, да. И, конечно, когда человек читал две с половиной книги, ну, он, скажем, вызывает очень большое сомнение, как учитель, мастер и так далее. Я помню, что меня в свое время просто окончательно утвердило в моем желании пойти в Орден. Знаете, я прихожу в гости впервые к главе Ордена, в Раду Марсе, и я вижу его библиотеку. Вот, как вам, вот, я не знаю, как передать мой первый шок. Это три огромные комнаты, полностью ставленные книгами до потолка. И, черт, этот человек действительно мог спокойно взять книгу с полки и сказать, вот, ты там у нас про сторонник сексуальной революции, вот, посмотри про разные сексуальные обычаи, разных культур. А вот тебе будет полезно перед третьей степенью, там, про Иоанна де ля Круз почитать, христианского святого, особой святого. И этот человек, который просто всем этим материалом блестяще владеет. Понимаете, поэтому, конечно, когда, скажем, мы видим кого-то, кто заявляет, что он там мастер, но при этом он вообще не обладает никаким культурным и интеллектуальным бэкграундом, ну, это жалкое зрелище. И, опять же, очень важно еще наблюдать, как объяснить, очень важно наблюдать, смотрите всегда в тень, да, смотрите всегда в тень. Она от всех есть. Нет, нет никого, у кого тени бы не было, да, но, так сказать, серьезной практикой он это осознает, он как-то этому смотрит в глаза, он понимает, что он не является, так сказать, воплощением совершенства. Вот. А вот если кто-то вам начинает претендовать на то, что вот он уже все познал, и что вот он владеет какой-то абсолютно окончательной, истинной, и все остальные не владеют, всегда может быть карусель богов. У нас в истории, значит, существуют сотни и тысячи богов. Вот если предположить, что один из них истинен, значит, объективно, то все остальные идут в ад. Понимаете, какая красота? Вот если на миг допустить, что вот из всех этих богов, религий, множество, множество вещей, вот хоть кто-то истинен, но не символически, а объективно, вот те остальные идут в ад. Клюв. Понимаете? Вот как-то так. В общем, мне кажется, что шезотериков как-то сразу видно. Не, ну, я согласен, особенно, когда знакомишься с материалом, ну, опять же, опять же, я вспоминаю Гой Гаю, потому что у меня с этими ребятами плюс-минус такой конфликт-не конфликт был, ну, такая вот стримчики у меня были посвящены разбору, рассмотрению, и очень сильно поражает, когда человек рассказывает о своей теме, но он, ну, не может действительно погрузиться там дальше в какой-то культурный бэкграунд, рассказать, что там было там у Гермеса Тресмегиста. При том, что я не профессионал, но я увижу, если человек несет какое-то фуфло плюс-минус, ну, вот совсем просто там, не знаю, на уровне первых там пары цитаты, и вот что-нибудь такое, и дальше, типа, до свидания. И это очень грустно, потому что, на мой взгляд, вызывают доверие прежде всего люди, которые в том числе могут поведать, а что было раньше, а как это вот трактовалось, зачем это вообще, в принципе, было нужно, и почему мы вообще изменили методологию, допустим, сейчас мы не просто так с бухты-барахты это сделали, а раньше было так, теперь потом стало вот так, а потом вот мы пришли, и мы вот это вот как-то изменили, и мы понимаем, что мы сделали, мы не просто это так вот придумали. Вот такие люди более вызывают доверие, чем те, которые, конечно, вот по щелчку пытаются все изменить и делать великие, потрясающие, неземные дела на словах. С шизотериками согласен, я сам это слово очень часто употребляю, но чаще всего в качестве троллинга, потому что оно очень сильно триггерит людей, бывает. Вот, так, у нас еще несколько вопросов. Так, 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 да, про колледж Тилема уже было, Тилема 93, почему 93, кстати, год? 93 это числовой вход, который Алистер Кроуле ввел как базовый. Дело в том, что, ну, здесь, скажем так, это немножко такой сложный момент, потому что я до конца не понимаю, как это работает, вот то, что касается образа воззваний богов, я нутро понимаю, как работает нумерология, я не совсем понимаю, поэтому я просто вам изложу, так сказать, как справочник. Издревле, еще там с начала тысячелетия было представление, что каждое слово имеет свой числовой эквивалент. Очень многие буквы были одновременные цифры. И, таким образом, каждое число имеет числовой эквивалент. И одну из астрических дисциплин, это дисциплина гематрии, когда мы находим, берем слово, разбиваем его по определенному искусству одного из пра-языков, и находим его числовой эквивалент. И я не понимаю, как это работает, но это работает. Скажем, с тех пор, как я, например, вычислил, что число Азазеля 115, и это стало для меня одним из лично ключевых чисел, машины с числом 115 появляются именно в те моменты, когда нужно. Когда вот заговорим про Азазеля, ну, вот просто, да? То есть я не знаю, как это работает, но факт в том, что действительно это странным образом работает. Вот. А вот для Алистера Кроуля ключевыми словами было, собственно, само слово телема, что значит воля, агапость, что значит любовь, и еще, значит, несколько магических формул, которые, если я начну сейчас объяснять, мы утонем в доктринах и просто засыпемся, да? Вот. И слово телема, и слово агапы имеет нумерологический код 93. Поэтому телемиты приветствуют друг друга 93. Типа пожелание тебе осуществить свою волю с любовью. 93, 93. Вот. И плюс здесь есть еще интересная штука, что если мы посмотрим, что 93, сейчас, то есть 9 плюс 3, 12, это 6 плюс 6, 9 минус 3, 6, это также можно вывести как числовой код, как 666. Или за это формул. Кроуля очень любила такого рода изысканные математические операции. Вот я, честно скажу, я до сих пор не понял, как, например, Кроуле вывел из имени Баба Алон 156. Это очень сложно. Это там на звезде плюс, минус, умножить. Там нужно смотреть, как он с этими семерками играет. Как из семи семерок, это вот математическая задача, называется она доктора математика. Как из семи семерок вывести число 156. Кроуле удалось. Вот, ну, такого рода математические изыски, они являются очень важной стороной очень многих оккультных движений, в том числе Теремы. Вот Марси в этом больше эксперт. Я иду больше через образ, через вот воззвание к божеству, через символ, через искусство, но это тоже рабочая штука. Так вот, тут вот про этот колледж Телемы 93. А что там за программа, и как он вообще проводится, и что там уже? Мы немножко про него, как я понял, говорили уже, или это про сайт было? Ну вот, так что будет? Смотрите, есть орден ОТО. ОТО, да? Всемирный орден Телемитов, да? ОТО был основан в самом начале 20 века, еще даже до Кроуле. Кроуле туда пришел и взял руководство. В России ОТО представлено ложи убежища пана. Московской ложи убежища пана. Гранд ложи. Это очень... Это я также в этой ордене проходил посвящение. Я имею шестую степень ордена ОТО. Очень жду, когда мне наконец-то дадут семерочку. Ну, в своей книге я очень подробно описываю и взлеты, и падения истории ОТО в России. С тем же братом Марсием у меня в какой-то момент был конфликт, потом мы помирились, вновь объединили усилия. Вот сейчас мы делаем ряд совместных проектов. Да, вот в частности, вот этот шоу о случае дня рождения Кроуле. Есть ОТО. Есть Кастария, которую создаю я. И которая в строгом смысле не является чисто телемитской организацией. Потому что в Кастария может прийти язычник, масон, мистик. То есть фактически кто угодно, кто ищет и нащупывает свой неповторимый уникальный путь. И наша задача запустить как можно больше смысловых потоков. Мы издаем огромное количество книг. Это и путь левой руки, это и северная традиция, это и та же терема, это и магия хаоса, и много, и восточная традиция, много, много, много. То есть для меня задача, чтобы как можно больше разных форм индивидуального гонориза процветало. Поэтому на нашей территории могут прочитать, скажем, лекции представителей тоже разных школ, если соблюдаются определенные условия. И есть колледж Телема, который является дочерним проектом ОУТО. То есть ОУТО это орден, который является закрытым, внутренним. Чтобы попасть в ОУТО, вам нужно будет город в лучшем случае, да, там учиться в колледже Телема, ждать посвящения. И опять же здесь вопрос, ну вот если вам это нужно, вы понимаете, зачем вы этого добьетесь. Если нет, то быстро потеряете интерес. На это и установлено, чтобы приходили туда только те, кому это действительно нужно, а не просто олюбопытно. Вот. А вот колледж Телема, это внешний, так сказать, внешний обучающий проект ОУТО, глава которого, как глава всего ОУТО является брат Марси. и в колледже Телем считаются за умеренную плату, достаточно умеренную, надо сказать, по сравнению, вот если посмотреть, какие там оккультные услуги обучения, там каких-нибудь, избитых экстрасенсов, да, сравнить небо и земля, да, там очень умеренная плата, причем, что опять же выгодно отличает эти курсы, что они опираются на исторические данные, да, то есть дается все в большом объектном качестве, вот, разным темам, например. Демонология. Марси начинает нам рассказывать историю средневековых магических гриморов, как делали круг, треугольник, что изменилось, когда пришел Кроули, как поменялось сейчас, какие демоны, как бывает в разных традициях, как это все представляется. или магия Телема, курс основных ритолов Телема вам объяснят. Одна лекция Звездный Рубин, другая лекция, третий там Сапфир, четвертый МРП и так далее, да, вот что там еще. Ну, вот многие, скажем, например, с нашей стороны, очень критиковали брата Марса, что там искусство женское. Ну, он есть, да, видимо. Вот, все-таки вот как раз высокие такие, каббалистические, или там, да, есть курс каббалы, и опять же, Марси, это чуть ли не, наверное, единственный человек, который несколько раз перечитал весь Зор, и просто вот в совершенстве, не только ту часть оккультной каббалы, которую давал там Кроули или Мазерс, всю каббала вообще. Но, опять же, странным образом, вот вы говорили, что у вас вызывает сожаление, что большинство этих самых специалистов от оккультизма ни хрена не знают, да? А тут вот обратная ситуация. Тут есть специалисты, которые знают много, хорошо, качественно. Вот. Но при этом, если мы говорим о статистике, так сказать, интересов посещений, на Марсиевскую каббулу придут 10 человек, на женскую магию 40. Не знаю. Эх, не, а вообще то, что есть система какого-то магического образования, это вообще замечательно, потому что в условиях, ну, я не знаю, конкуренции, так скажем, дискурсов, или как-то это можно вот так вот выразить, это нужно. И нужны какие-то зоны и объединения, и зоны образования, и зоны просвещения, и зоны как-то вот развития риторики общей, чтобы, ну, хоть как-то даже, ну, хотя бы не тонула эта тема во всей, во всех многообразии разных тем. Вот. Я пригласил брата Марси поговорить. Я думаю, я не знаю, я думаю, он не откажет, он человек такой достаточно открытый, я думаю, вы тоже получите удовольствие от беседы, потому что, ну, столь образованного человека, именно вот в сфере эзотерики, я, наверное, не встречал. Это прекрасно, потому что, действительно, я вот сталкивался с проблемой, я не знаю, почему, ко мне магия со всех сторон летит, вообще, я не знаю, это такая вот подозрительная вот такая вот вещь, ко мне очень часто попадают люди из магического дискурса, не всегда я их приглашаю, заметьте, не всегда я их приглашаю, иногда они пытаются ко мне прийти, и так вот получается, что, ну, в общем-то, я нащупал такую проблему, что действительно, в среднем, так что-то вот не хватает этого самого вот образования, знания, и очень-очень-очень хорошо, что такие вообще платформы есть, потому что за ними, ну, я не знаю, если у чего-то эзотерического, магического есть будущее, оно, наверное, где-то вот здесь вот в том числе и должно скрываться, потому что иначе это профанация, потом, ну, профанация когда-нибудь заканчивается, потом развал, скорее всего, ну, и, в общем, должна быть какая-то вот система сдерживающая. Я, кстати, замечу, что вы такой своеобразный, что ли, так, у меня, мы слышим друг друга, у нас все глючит, да, сейчас? Что-то подвисает немножко, вот вы висите, орел. Да-да-да-да, все, я вернулся? Да, вернулись. Да, все, у меня тоже немножко с эфиром тут проблемы возникли. Я тут замечу, что вы в довольно большой степени такой своеобразный, как это философия могли бы сказать, плюралист от мира магии, правда, но вот все равно плюралисты с довольно такой большой буквы, я себя, в принципе, в философии позиционирую непосредственно плюралистом, и мне очень, очень-очень хорошо отзываются многие вещи, о которых вы говорите, ну, просто, если вот переложить на философию, это, да, вот приблизительно многими похожими проектами я занимаюсь уже, ну, меньше, чем вы, лет 10 получается, но все-таки, но все-таки, это созвучие мне довольно нравится, и что самое парадоксальное, я такого созвучия, я редко встречаю там у людей там всяких там с научными интересами, какими-нибудь, с философскими интересами, кстати, тоже, даже с образованными людьми, с философскими интересами, плюрализма многим не хватает, у многих там, ну, если Платон, так Платон навсегда, forever, там, я не знаю, у кого-то, Ницше forever и навсегда, для кого-то там Рассел, Витгенштейн, я-то как-то наоборот, мне нравятся разные дискурсы, мне нравятся разные пути, мне нравится смотреть, как они развиваются, как они работают, и это, по-моему, самое вот такое вот интересное и потрясающее, и тоже очень хотелось бы способствовать развитию некоторых дискурсов, которые сейчас убывают, может быть, немножко приостановить те, которые развиваются, чтобы, ну, ну, как бы соревнования немножко почестнее сделать, в общем, мне кажется, очень интересно, то, что вы делаете в контексте магии, и мне вот таких вот людей в магии, в этой самой, которых я видел, так вот не хватало, даже, прямо скажем, вот теперь после диалога буду знать, что есть прекрасный такой человек, Олег Теленский, я не так подробно был знаком с вашим, с вашим подходом, вот просто мы были в друзьях, я иногда посматривал, ну и соответственно, особенно в последние годы это все на убыль шло, всякие просмотры, ну и наверное, последний вопрос, из тех, которых я готов был бы задать, у нас неожиданно, помимо магов, в нашу аудиторию прорываются соционики в мою личную, как относится к соционике, скажите, Юнг, соционика, все-таки, да, как-то параллели есть? В чем дело, понимаете, в чем дело, Юнг сделал очень качественную вещь, очень качественную, и когда Юнг написал «Психологические типы», он перешерстил всю историю западной философии богословия, он приводит, вы не читали «Психологические типы»? Это изумительная книга, где он сравнивает богословие Тертуляна и Оригена, где он сравнивает эстетические картины мира, сейчас, вот боги, не могу вспомнить, вот, сентиментальная и романтическая, да, вот, простите, давно читал, вот Тертуляна и Оригена я хорошо запомнил, вот, кого-то из, вот, немцев прекрасно сравнивает, дальше, Фрейда и Адлер, и он создает удивительной красоты модель, то на самом деле, на самом деле, потому что мы не можем сказать, что точно на самом деле, но вот, как минимум, в границах нашего пространства не может существовать никакой объективной философской или богословской истины, потому что разные люди имеют принципиально разную структуру восприятия, и, скажем, для то, что для интуитивного интроверта, скажем, философия субъективного идеализма будет очень органичной, и он будет чувствовать с ней родство, точно так же, как мыслительный экстраверт будет склоняться, скажем, к империзму, ну, например, да, не все так просто, здесь, я, я, я немножко упрощаю, но суть, суть в том, что спор философии это не спор разных идей, и вот в один прекрасный момент мы найдем ту философию, которая сможет стать ответом на все вопросы, нет, а суть в том, что все эти философии порождены разным психическим метаболизмом, разным психическим восприятием, стратегией, мышлением, то, что мы с вами поймем, как, например, под словом мышление, для другого он будет в слово мышление вкладывать совершенно другой психический процесс, да, например, и в этом смысле юнговские психологические типы, юнговская типология, вот это восьми, четыре функции и две верности, экстраверсия, интроверсия, это революция не только в психологическом, но и философском смысле, и он пишет ее во многом как философ, вы можете это сами оценить, согласитесь, не согласитесь, а и вот круто это очень помогает, это очень помогает в модели, скажем, самопознания, ну, вплоть до такой банальной вещи, вот если вы больше интроверт, вам снятся чаще конкретные люди во снах, вот у меня супруга интроверт, со временем, каждый второй сон, кто-то либо кто-то из знакомых, чтобы мне приснился как экстраверту конкретный человек, это должно быть что-то очень неожиданное, особое, ну просто я как юнгианис, а как маг веду запись своих снов, это для нас очень важно, да, ну то есть вот чтобы появился какой-то конкретный человек в жизни, это что-то очень неожиданное и что-то очень из ряда вон выходящее, да, вот, вы, судя по всему, тоже ближе к контраверту, видимо, вам снятся конкретные люди, да, я вижу, хоть выбор и публичная личность, но вот по вибрации, по типу мышления, да, философия, теоретическая философия распозрагает контраверту. Я интроверт абсолютно. да, вот, то есть это шикарная штука, дальше приходит соционика и вот эту изумительнейшую модельку начинает подзагаживать кем бы я бы сказал, мертвящим догматизмом, то есть догматизм здесь начинает из чего следовать, из того, что все многообразие, вся красота, глубина, парадоксальность танца человеческих взаимоотношений, танца великой богини, танца лилы, танца ишта, да, сводится здесь к набору типичных моделей транзакции. Вот это дуал, у вас будет отношение только с дуалами, вот вы должны только, значит, найти, чтобы это функция и это, а иначе у вас отношение не получится, будет выше, в нашем случае полудуаленность или еще какая-нибудь херня. И вот всю красоту и всю сложность пространства человеческих взаимоотношений, тонкостей, этих проекций, этих уровней соционика сводит к машине. Вот соционика фактически использует юнговскую модель, чтобы низвести человека до информационной машины. Поэтому я очень люблю юнговскую типологию, я пользуюсь этим, но я красный и люблю соционику. Именно подход, подход вот этот механистичный. Так, ну, Олег, я хочу сказать вам спасибо большое за то, что вы пришли. Если у вас какие-то вопросы или вы хотите какие-то реплики в общем сказать или попрощаться со зрителями, сказать им там всего хорошего, например, про рекламировать какие-то проекты, вот сейчас даю вам возможность. Спасибо вам еще раз огромное. Спасибо вам большое, но со своей стороны что мне хотелось бы сказать. Главом прежде всего быть собой, знать свой центр, знать свою истину, находить именно те книги, те фильмы, те символы, те ключи, которые будут максимально созвучны и сочетаемы с вашей истинной природой, вашей вибрацией, вашей сутью, да, выходить, так сказать, за пределы всех догм, которые для вас чуждые. Если говорить о наших проектах, ну, во-первых, если вы хотите живой, реальной мистерии, магии, вы хотите соприкоснуться с ритуалом, вы можете прийти на любую из наших кастарийских мистерий раз в полтора месяца. Ну, вот наши основные ритуалы, они происходят в Москве и Санкт-Петербурге восемь раз в год, да, если вы хотите, я могу вам прислать текст этого ритуала, ну, чтобы вы знали, что там, словно говоря, никаких оргий не планируется, да, что все... А я хотел поехать, к сожалению. не планируется, да, но вот просто можно, да, можно заранее ознакомиться с текстом. Но, опять же, текст не передает, ребят, ничего. Вот, как я читал мессу и потом попал на мессу, это совершенно разные вещи, так и в наши ритуалы, мистерии. В общем, следующая мистерия это мистерия осеннего равноденствия, вот, плюс-минус, следите за информацией на моей страничке, на моей страничке можно подписаться, нажав на колокольчик, сейчас контакт прокачался, если вам интересно, вы можете нажать на колокольчик и, соответственно, подписаться на страницу, которую вы хотите читать. Но, также, со своей стороны, я хочу прорекламировать свои книги. У меня есть книги о Таро, да, о Таро тут, а Алистера Кроули, у меня есть книга о Телеме, книга о Таро это прыжок без навершин и Таро для всех и для никого, о Телеме это полет змея, далее о истории оккультизма, самых главных вехах оккультизма, а также личном опыте столкновения с архетипами у меня книга «На темной стороне Луны». Далее у меня есть четырех томник «Восхождение на гору Хермон», где я очень подробно описал свой путь, те чудеса, те события, те связки, которые у меня происходили. Я думаю, что многие из вас, прочитав эту книгу, скажут, что я безумен, и так не бывает, это все фантазия, она будет, черт возьми, блин, все-таки она так бывает. И сейчас я, буквально не далее, чем три месяца назад, создал еще три книги. Все можно найти на нашем сайте. Заходите к нам на сайт. 400 изданных книг по самым разным дисциплинам. Хотите юнга? Много юнга. Хотите мифа? Много мифов. Хотите темную традицию? Много темной традиции. Хотите живой христианский гнозец, который отличается, как там Уильяма Плейка, Христос, которого я почитаю, я почитаю враг твоему Христу, он говорит ортодоксу, то есть христианство есть разное, да, условно говоря, есть такое мятежное, христианское христианское. Важно, чтобы посыл совпадал с мелодией вашей души. И последний слух. Скажем так, питайте свою душу качественным, хорошим, живым искусством. Слушайте Калугина, Гребенщикова, Мартина. Читайте там Гесса, Даррелла Лоренцо, классиков Серебряного века. Развивайте вкус, развивайте чувство красоты. Спасибо, всего вам доброго. Всего вам доброго. Спасибо еще раз большое. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова